В ближайшие сроки такие перетрубации будут изменения. Мы сейчас на пороге рассвета очень большого. Политика основная сегодняшнего дня – это здоровый образ жизни. Религия – это экология. Получается, вот есть ложные ценности, а есть истинные ценности. В оккультном мире ложью все живут. Все, капитализм изжил себя. Будет восстановлен Советский Союз. В новом ключе возродится вот это объединение. Оно будет духовное именно. Это научно-техническое было образование. То есть ученый ходил гоголем, ученый был вообще там полубог. Ученые, физики, там все, мы поставим. Там реки, вот, приплыли, реки уже, блин, не текут, дерево не растет. Да, в намордниках ходим. Все, изгрызли шарик окончательно. Жрать нечего. Но по предсказаниям святых подвижников, известных, и Ванги, и Анастасии, человечество новое место силы в себе обретет и выйдет на новые социалистические некие отношения. Наша задача это совершенствовать эту среду обитания. Оставить потомство лучше, чем ты сам. Появилась книжка тут. Раз и 300 поселений. Это что, жук чихнул или что? То есть это сверхидея. Добрые дела, наверное, пора начать мерить уже количеством посаженных деревьев. С добрыми мыслями и с детьми вместе. Как ты вышел на то, что нужно садить деревья? Мне отец привез книжки зеленые. Владимира Николаевича Мегре, Анастасия, да, просто до слез. Конечно, поразили эти книги. Ты понимаешь, все, травинка живая, все, солнце с травинкой дружит, там, с лягушечкой, с птичкой, все это, взаимосвязь, все это понимается. Но одновременно учился. Одна из книг, которая меня поразила вообще, это «Песня друида». Ну, попутно попала в руки, я не помню автора. Но там такие простейшие друидические практики. Одна из них – «Посадка деревьев». То есть что в этом действительно большая мудрость есть – «Посадки деревьев». Разумный человек создает вокруг себя разумное окружение, потому что невозможно. Просто у нас наш мир, этот он неразумный совсем. 90-е, потом 2000-е, вся эта капитализм, люди не бросились, какое-то шатание, бардак и анархия. И вот своим друзьям, самым близким, я давал книги, конечно. Ну и вот Янис Айварович. «Давай сажать деревья? Давай!» Это Янис сказал. Я просто, меня это тоже так пробило, что я живу в городе. Я стал сажать деревья. Везде, где я ходил, я сажал деревья. Начал с сосен и даже есть статья 2000-го года такая «Поймать и обезвредить» какой-то негодяй. Там засаживает город соснами. Это статья. Это в Беларуси написано. Да-да-да, что там больной какой-то с диагнозом человек по ночам. То есть у нас даже такая банда сколотилась. И я действительно поймать и обезвредить, поставить клизму успокоительную с ромашками. По Беларуси ночью с лопатой. С настройом ромашки. Да, то есть для меня эти дворы как колодцы. У нас город зеленый, но хвои мало. Вот здесь, слава богу, при море здесь хвои хватает. А постсоветские города вообще. Ёлку увидишь за счастье. Ну, очень много с тех временем времени прошло. Я перестал сажать под светофорами на переходах. Вот, каюсь грешным делом, я натворил делов там. Стал согласовывать это с архитектурой. В общем, всплыл поверхность. А так вот, ну, молодой, никогда на дискотеке не тянула водка, девки. Неинтересно это все. В общем-то, такой вот счастливый период. Я учился и очень много девок посадил. Это очень хороший опыт, эти сосны. Посажено было несколько тысяч сосен. Из них растет 30-40 штук по Бресту. Очень много сосен погибло. Именно сосны, хвоя, это первая любовь, это хвоя. Ну, потому что кедры. И у меня была идея подготовить город под кедры, чтобы посадить. И вот эта мечта сбылась. Брест очень так плотненько мы засаживаем кедром. Правда, сибирскими. Сейчас вот после этой поездки на Приморье я нахожусь. Я еще добавлю корейского кедра. Так вот, потом это перешло. Я познакомился с архитектурой, с главным архитектором. Мы стали закадычными друзьями. Сейчас мы посадили даже аллею Магнолию в Бресте на 100 деревьев. Там спонсировал банк. То есть, все это можно делать не в режиме уличной драки, там, каким-то стихийным образом. А все это можно делать, согласовавшись с архитектурой, и все только вам похлопают, скажут, молодец, все, давай. Нормально люди это воспринимают. Вот. Есть какие-то нюансы, что вот начинаешь изучать город. Здесь злые школьники ходят. Там школа директор злой учителя, и школьник ломает, идет домой. Здесь тут идет трасса, выпивохи ходят домой. И они, когда падают, они хватаются за дерево, и дерево хрусь пополам, блин. Вот. То есть, здесь качели-карусели, там это самое, веселые подростки. Там какое-то... То есть, целая наука, социология, прикладная ботаника, дендрология. Все вот сходится в этих делах. Что тебя зацепило, что нужно идти сажать деревья? Ну, сейчас вот в свете того, что поизучал фермокультуру, посмотрел колыбельные цивилизации, Сундакова послушал вообще, оценил этот ресурс. У всех цивилизаций есть такое понятие инициация. То есть, инициация это... Ну, когда человек рождается второй раз, дается ему и второе имя. У индейцев вообще там до 10 имен могло быть у человека. То есть, условно там я освоил, допустим, посадку семенами. Я сеятель, вот мне звание. Я освоил там черенковку, черенкователь, прививщик, все. У нас там даже фамилия есть. Прищепинка там, например. Ну, кто прищепы делает. Это как инициация. В колыбельных цивилизациях подросток идет жить неделю, месяц в природу. Мальчишка или девчонка, вот там у них свои есть проводники, старейшины, старшие люди. И девочки с бабушками, с дедами, молодежь их консультируют. Они живут в природе, чтобы ощущать связь всего живого. Такой человек, даже если он будет лесорубом, он будет уже другим лесорубом. То есть, он будет с деревьями разговаривать, извиняться. И надо знать, когда его рубить. И вот друидические практики в том, что посадка деревьев как работа над своим характером. Как понимание связи всего живого. Потому что, ну, дерево, лесник, у нас есть поговорки такие. Лесники говорят, не говори про деревья в лесу, а то бревном привалит, там, веткой, блин, глаз выткнет. Потому что, ну, деревья-то живые. И там друидические элементарные практики разгонения облаков, например. Ты можешь сесть на небе и фрагмент неба очистить от облаков. Или наоборот, согнать облака. Это действительно действует. Когда это коллективно, это очень быстро происходит. Когда праздники очищаются от облаков, там, поляны. Это известный факт. Вода эта, мы, по сути, тоже из воды состоим. И вот моя инициация такая вот глубинная была. Я говорю, я тону в топе на Байкале. Если в коротке это не расскажешь, это инициация была. Каким-то чудом, чудесным образом я вылез из этой трясины. Но дух леса водил меня всю ночь по болоту. Я там круги наматывал, там, сердце калашматится. Ничего не соображаешь, адреналин. Когда я выпался, я целовал каждое дерево, кустик там. Подбрасывал друзей вот так вот на руках. Молял их меня простить, потому что это там было именно я на друзей осерчал, там, разозлился. Вот смотришь кино, ну, ой, тонет партизан там или немец какой-то в болоте. Это жутко на самом деле. То есть нет никакой опоры. И ты понимаешь, что в жизни ты тонешь, не имея под ногами на что опереться, на какую-то истину. И вот для меня это истинное стало сажать деревья. И дальше там понеслось куча. И как человек сажал деревья, мультики и всякие. Вермокультура. То есть была встряска для мозга. Я везде, где живу, создаю свои милые джунгли. То есть я везде эти целую, эти деревья. И говорю, какое счастье, что есть, что... Какое счастье, что земля принимает эти деревья. Потому что вот здесь, в Приморье, ты ткнул палку, вырастет оглобля там или телега там. А есть места, где не растет дерево, где цена дерева – это цена человеческой жизни. То есть всю жизнь человек там... Ну, вот Казахстан, например, выращивает маленький лесок. А таро овец пронеслась, хуже пожара. Все, все вытоптано, всего этого нет. Поэтому вот эти книги и эта инициация научила меня ценить это. А второй, вот сейчас очень большой кризис, я считаю, и подростков. Я сам в преподавании, 4 года в институте преподавал. Сейчас опять зовут в политехническом. Ландшафтную архитектуру. Один человек на группу, который действительно интересен с живыми глазами, подросток. И вот в сфере образования нет инициации. Именно образование не дает инициацию. Для женщин инициация – это роды. А для мужчины, вот мужчина не рожает. Как ему деваться? Куда деваться мужику? Как ему себя найти? Социально адаптированный человек всегда в социуме. Вот эти дети Маугли, когда ребенок выбрасывается в природу, он вырастает безмозглым. Это же проверенный факт. То есть он не говорить не может, не одеваться, он может спать на снегу. Даже есть такие в Тибете Маугли, которые... Этот человек не мерзнет. Но у него нет речи, уходят вот эти доли мозга, убегающий лоб. Вот это вот все, это известный факт. Поэтому мы социально адаптированы. И в социуме вот мы можем сейчас на нашем поколении очень быстро наверстать вот эту вот упущенную экологическую грамотность и очаги экологической культуры. Вот эта песня друида, она меня побудила к созданию очагов экологической культуры для повышения экологической культуры населения. То есть очень важно, очень важно вернуть культуру. Вот как в ведические времена, это была культура, отношение к природе. В те времена не было милиционеров, которые бы следили. И заказчиков не было, которые платили там. Заказчик совесть это была. Которым нужно было платить. То есть была совесть. Совесть получается, воспитывается, когда человек растет в культуре. Не как Маугли, как ты рассказываешь. Да, улица воспитала есть. Хорошо, если улица еще. Распитала в определенной культуре. Я так думаю, что вот древняя наша ведическая, наша русская культура, она именно обладала вот этим всем, вся вот эта череда и праздников, посадка деревьев. Инициации, да. Жили в родовых поместьях, понимаешь. Они вырастали культурными. И не было уже проблемы с наркоманией, с алкоголизацией. Да понятия были, это немыслимо было. Присупления, то есть потом вот эту всю армию милиционеров проплачивать, нужно кормить, понимаешь. То есть все это держалось на культуре. И основной частью этой культуры это было отношение особое к природе и посадка деревьев. Да. Совершенствование среды обитания. Это на уровне, да. Этот лозунг очень хороший. Я бы сказал, совершенствие среды бытования. Потому что я говорю, среда обитания, как будто человека в ней нет. А именно интеграция человеческой культуры, всех праздников и всего, что связано. Инициативные вот эти вот вещи. Когда, вот вспомните праздники. У нас сейчас, у меня пятеро детей. Каждый праздник, это такая головоломка, в общем-то. Как, что подарить. А когда это вся... Ты же уже в родовом поместье живешь? Да, я в поместье три года живу, нашел свое место силы, место счастья. Вообще, вот родовое поместье, это же идея. Вот 20 лет она именно вот в зеленых книжках появилась. И 300 поселений, множество. Родилось детей. Эти дети уже, сейчас некоторые дети из поместья уже, в общем-то, женятся. Да, сейчас целая пошла генерация. Вот эти вот дети цветов там, да, дети солнца. Вот именно посадка деревьев и совершенственные среды обитаванной, именно не среды обитания, а среды бытования. Потому что бытование включает в себя все. И посадку деревьев в том числе. Вот это сейчас нужно выращивать из себя человека, который будет проводить инициации. То есть, как Кщетин говорил, педагог. А педагог начинается не с любви к детям, а с любви к родине, с любви к среде, к вот этой своей родной органике. Потому что у русских одна проблема. Не любовь к своей родной органике, в которой ты вырос. И здесь есть такая сказка. Вот жила рыбка золотая на дне своей речки вонючки. Родной. Вот у нас называют там родина, уродина она нам нравится. Вот нам опорочили имя родина. И вот и пришли синайские мудрецы библейские там. И поманили ее в золотой дворец на ветке дуба. То есть, не в своей органике. Нам вписывают не в свои ценности. Нам переписывают наши сказки, наши понятия, нашу совесть как бы. И эта дурная рыбина вылезла из своей органики, на ветку дуба залезла и засохла там. Вот почему в таких развитых странах, как Япония, самый большой процент суицида. Потому что людей выдергивают именно вот с этой естественной среды бытования, как ты говоришь. Всему свое время, да. И получается, именно люди, которые живут в природе, нет уже такой проблемы с его убийством в родовых поместьях. Вообще, жить хочется, жить очень хочется. Дети там счастливые. Понимаешь? А проблема эта есть именно, когда люди уходят в технократию. Они гонятся за какими-то там машинами, берут какие-то кредиты, там какой-то сверхбизнес. Акредитованный фермер, это самое страшное. Я уже сегодня семинар вчера давал, там позавчера. Акредитованный фермер, как белка в колесе. И все, кто в кредит, это выдернуто из естественного природного цикла. Вот даже взять по реинкарнации. Мы сейчас родились, в прошлом воплощении 100-200 лет назад мы жили. То есть, где-то 4-5 колено, рождаешься опять. Люди преимущественно в прошлом жили, оседло. Не было такого перемещения народов. Я, допустим, езжу, у меня какие-то проблески, дежавю есть, я здесь уже был. Я на Приморье хожу, я здесь уже был. Мне это все родное. Я поеду в Северную Америку, я тоже почувствую, это родное все. Я где-то здесь уже был. Вот это ощущение. И что вот про прошлое? Что в прошлом, в ином теле мы жили оседло. То есть, допустим, некоторые предрасположенности мои. Вот я, например, хорошо рисую. Ну, видимо, я не просто так, потому что талант определенный. Есть талант у человека. Это собачье сердце, помните? Пересадили гипофиз, и он сразу взял балалайку и пошел. Ну, талант, ну, куда не купишь, не продашь, не пропьешь. Так вот, рождение происходит своевременно. То есть, мы родились каждый в свое время. Я понимаю, вот бы мне 100 лет назад или 100 лет вперед. Нет, дорогой, ты родился в свое время. Своевременность, она всегда проведена. В своей стране, где родился, там и пригодился. И в своем роду ты родился. То есть, вот эта вот любовь к своей органике, что полюбить себя и приятное знакомство с собой самим, оно начинается с любви к своей органике. Что я люблю? Выходишь, дождь пролючий, нравится. Выходишь, солнце полючее, нравится. Холод, так аж, блин, ноги свои, нравится. Вот с этого начинается нравится, потому что я на родине здесь. Вот мурашки по спине и крылья за спиной. Вот эти вот крылья, это родная органика. А когда вот выдернули эту рыбу, вот и получилось. Михаил Петрович Щетинин и гуманные педагоги Каманашвили, и все эти вот корифеи, это образование, они говорят, начинается ребенок с любви к родине, к своей родной органике. Капитализм переводится, власть капитала, власть денег. Социализм, это власть народа переводится. Поэтому вот это вот мышление общины, мышление вот. Каждый из нас сейчас закладывает родовую общину в виде какого-то кооператива, где дети переженятся, и мы станем родственниками. И здесь вспоминается сразу система взаимоотношений, кооперативного мышления. Вот интересно, я же много поездил, в Грузии духоборы были, духоборцы. У них была община, они сразу их выкидывали просто на гольцы, ну как вот прошлый век, начало прошлого века. Здесь находка, тоже выкинули людей просто из другой культуры. Вот эти реинкарнации людей выкинули в другую среду, и они здесь приспосабливались. Духоборы строили сиротский дом сразу, общий дом. Это в Складщину толокой взяли, построили. Тут же общий какой-то банк, и у них были первые колхозы без колхоза. Туда приезжал Ильич, там, за броневичка слезал и подсматривал у них. И вот первый колхоз организовал. Ведь колхозное жительство, это, ну, у нас, а, колхоз, ха-ха, ха-ха-хи-хи, это Складщина толока, это община. Я смотрел за баптисты у нас, белорусские огуречники, огуречные бароны, так называемые. У нас есть великий огуречный путь там по лесу. Это люди, которые живут как в Швейцарии. У них все толокой тоже. Вот они не пьют, говорят, здравницы на свадьбе, и тут же молодоженам сначала строят теплицу, а потом дом. За месяц все. И вот все, ребенок первый пошел, все в теплицу, все, теплица на полгектара, и фура грузится в каждом. Китайцы же так делают. О, китайцы, ничего подобного. Все это наша культура, она в подкорке записана, в крови записана. И вот при инкарнации мы жили все в третьем колене на земле. Если я вижу какие-то, жили какими-то кланами. Вот жил кузнец, и кузнец становился у кузнеца, сын становился кузнецом. Там была династия, там переемственность, там секреты какие-то передавали все эти вещи. Допустим, лесоруб, у них там целые лесорубы, и они тут же строили все. Это были какие-то гильдии, то есть, скажем, какие-то образования. С особым отношением. Да, с особым отношением. И если я рождаюсь, я чувствую, у меня тяга к дереву. Ну, явно я состоял вот в этой вот профсоюзе каком-то вот. То есть, у нас полно ремесленников. Это все оживить, вот мама дорогая. То есть, там, я притягиваю подобных людей по интересам сразу. И будущее сейчас возрождает вот эти промыслы, и вот это вот родовое, родоводное мышление. И, конечно же, сажать деревья. Ну, потому что это заложить дело, это посадить дерево, и оно принесет плоды. Это все философия, ведь миром правят идеи. Появилась книжка тут. Раз, и 300 поселений. Это что, жук чихнул или что? То есть, это сверхидея, которая идеи, миром правят философы. Помните, это глава «Миллионер». И эти поселения уже и в Америке, и в других странах. Да, то есть, идея, это вот как эффект там, ну, сотой обезьяны, не будем говорить, а сотого человека. То есть, даже животные на это поддаются, обезьяны или там еноты, они там 100 енотов полоскают, начинают полоскать. То есть, это идея людям не надо было считать. Ведь что такое образ? Образ – это идеология, образа жизни. Как жить, каким образом жить? Вот как, кем я прикидываюсь, по сути? Вот говорят, ну, кем ты прикинулся? Чем там, груздию или ветошью? Чем-то там, груздием прикинули? По жизни идет такое. Я форма, которая каким-то образом живет. Вот я олицетворяю собой отца семейства там. Какого-то, кто-то там чиновника образ напяливает, кто-то там ремесленника. Я ремесленник, например, проектировщик. Я беру, организую свой семейный профсоюз. Я свой, как говорится, кооператив, хорошее слово. Потому что колхоз не совсем понятно, что такое колхоз. У всех оскомина от этого колхоза. А вот кооператив – это некое социально-социалистическое устройство, наподобие, как у лей пчел живет. Но то же самое социалистическое устройство. Это же не евреи впервые про него сказали. Социалист был на Руси всегда. Это вечевая форма. До христианства вообще, до талака, веча. Это же вся наша культура древняя, которую Романовы нам уничтожали. А по факту Русь жила, там, и Новгородской вечи, и до Новгородского вечи. Было социалистически, ну, это был не социалистически, а был просто образ жизни русского народа. Когда жили общинами, это даже тогда и не называлось общиной, это было естественное житие-бытие. То есть, дети, там, молодежь встречалась, они на корове поселения выбирали себе землю. Все, всей общиной строили им дом за день. Мастера были вообще. И жили им, построили за день дом им, и все, они жили там. Живи и радуйся. Да, а когда враг приходил, тогда все поднимались, все. То есть, не надо было армии платить налоги и содержать кучу армии. Тогда все поднимались и шли в бой. И защищали эту Русь-матушку. И тогда, там, когда уже мужчины заканчивались, тогда деды вставали, женщины вставали. Да вон, последняя война. Герои там, пять лет сын полка, вот говорили. Пять лет ребенок герой, медаль, потому что он уже патриот. Поэтому нам нужен, я считаю, новый социализм, который будет построен. Да. Который будет построен вот на таких отношениях. Поселение родовых поместий, когда посередине там школа, там. Общественное место, да. Какое-то место сбора, амфитеатр. Или там же и торговые ряды, там же и поселок ремесленников, может быть. В чем ошибка этого образного периода? Все гадают. Да вот она, понятно. Предательство родной органики. То, что вхожего... Петр Первый, вот говорят, он запустил больше всего иностранца. Чужого человека запустили. Везде свои там есть автохтонное аборигенное население, скажем, колыбельная цивилизация, которая давно угнездилась. Вопрос вспоминания и знания вообще лежит в слове узнавание. То есть, узнание стоять рядом, это узнать что-то, это узнать из себя. У, из себя вспомнить фактически. То есть, почему... Пшенин говорил, что дети все знают, им нужно просто... Да, как зерно не надо учить, там, котенка не надо учить мышей ловить. Он молоко пить. Зерно пшеницы не надо учить, как ему сходить. Так у человека на генетическом уровне, на уровне просто торсионного поля, вот, Горяев изучает, солитоны, вот эти уровень фантома мышления. У нас есть мышление космическое обитание в открытом космосе, в любой точке планеты, в любой точке космоса, как себя вести. И основной кот, это совесть. То есть, когда человек просыпается, говорю, вот, с конкретного мышления хватательный рефлекс. Где-то года три у ребенка начинается давательный, ему хочется дать. Он солнышко рисует и маме подарить. Он что-то подарить, дать. Вот тогда начинается человек. И тогда начинается по понятиям. Даже у этих, у головка, там, да, банды, там, кланы, у них очень четко по понятиям все. А здесь, когда вот эта вот среда посредников, ввели посредника, ну, позвали библейский народ сюда, на эти земли, при Петре Первом, немцам, там, и так далее. А что дядя сделал? Дядя сделал, что дяде надо. А ты иди отсюда, и знать тебя не хотим. Вот и произошло это, вот, подмена, ошибка в обманом периоде, если отдельно этот вопрос поднимать. Во-первых, она очень давно произошла из-за вот этого творца дела, думала, к чему приведет забвение тварей земных, вот этих вот. Когда мы забудем природу, что будет, когда мы забудем функцию деревьев, этих мамонтов и всего. Ну, вот, вот пришли к сегодняшнему дню. Время не имеет значения, времени нет. То есть все уже пришли, что время относительно его насыщенности и осознанности. То есть поместье родовое, это машина времени. И я говорю, мы бесконечно, это самое, вперед в прошлое будет. То есть назад в будущее. То есть мы, может, из этого времени возьмем какие-нибудь элементарные вещи. Велосипед там, я не знаю, какой-нибудь еще, кто что там прихватит. А все вот это вот, все сейчас изменится. В ближайшие сроки такие перетрубации будут изменения. Мы сейчас на пороге рассвета очень большого. Кто-то на пороге разочарования, кто-то на пороге великой надежды, которая... Ну, я не хочу, чтобы все расслабились. Ага, сели такие, выдохнули. Ом на мо, все само. Нет, не все само. То есть будет сейчас целое, будут уходить рода. И у меня такое мнение, что вот те, которые сейчас родились и делают родовое поместье, это именно при них совершена была ошибка образного периода. И нам вот, те, кто... Нам исправить, мы пришли именно. Те, кто не осознает, они на 9 тысяч лет будут уходить в этот, в небесный санаторий там, или в камеру хранения, не знаю кто куда. То есть там тоже жизнь на небе. Там тоже, я считаю, не просто люди в камере хранения лежат. Ну, развоплощение, да. Человек, когда человек без души и без духа, это не человек. Ну, и человек, когда без тела человек, это тоже не человек. Это какой-то дух, душа, там что-то происходит. Я не знаю, никто не рассказывает. Мало кто там вот этот вот загробный опыт может передать, и чтобы поверить ему. Это только личное переживание такое. А сейчас вот как по предсказаниям, всем же интересно, что будет. Желают знать люди, что будет. Да, вот Ванга сказала, будет восстановлен Советский Союз. Многие сейчас вздыхают. Советский Союз, ах, какая прелесть, как было прекрасно, блеск, шикарно, сжили все. Бог его знает, как жили. Но Ванга сказала, в новом ключе возродится вот это объединение. В новом, и оно будет духовное, именно по-настоящему духовное. Оно будет идти. У нас это научно-техническое было образование. То есть ученый ходил гоголем, ученый был вообще там полубог. Ученые, физики, там все, мы поставим там реки. Вот, приплыли, реки уже, блин, не текут. Это самое, дерево не растет. Да, в намордниках ходим. Вот ученые уже все на ученого смотрят. У нас миллиораторам давали медали. Сейчас все на миллиоратор. А, миллиоратор, да. Спасибо, блин, за наши счастливые. Вы из искры разжигали пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Как песня там про Сталина. Такой сидим и греемся. Вот, в пещере какой-то. И сейчас будет новое. Это будут власть, сейчас философии. Все, капитализм изжил себя. Вот есть фильм, как Куба пережила пик добычи нефти. Все, конец капитализма наступил в 70-е, 80-е. За счет крушения Советского Союза, как у них, мы победили дракона, они впрыснули сюда вот эти бумажные напластования свои, долары. Долары, евро, вот это вот все. Евроколхоз этот. Это протянуло вот эту агонию капитализма до сегодняшнего дня. 20-е, 2022 капитализма уже как такового не будет. Все, изгрызли шарик окончательно. Жрать нечего. Дальше просто будет самосжигание. Вот эта гиена огненная. Мы сейчас будем наблюдать уникальные вещи. Не буду заговариваться, но по предсказаниям святых подвижников, известных и Ванги, и Анастасии, вот тех, кто человечество новое место силы в себе обретет и выйдет на новые социалистические некие отношения. Назовем условно неосоциализм какой-то. То есть это кооперативы, это какие-то объединения, и движение пойдет снизу, а не сверху. А власть, она потянется за людьми. Куда она денется? Вот как пойдут люди. Да, вот мы сейчас видим уникальное явление. Я здесь, я в восторге от России на самом деле. Пусть меня там запустят кочерыжкой или чем угодно. Что их деда, ты что тут увидел? У меня восторг. Не буду говорить от чего, от того, что я вижу. Как свободно, как замечательно по сравнению со всем миром живут здесь люди. Чем больше страна, тем меньше контроля, тем больше свободы. Ты развивайся, бери. Хочешь фермерство, хочешь все. Вы не представляете, как там, я же говорю, я колючую проволоку поднял и переполз там вот сюда. Да, да, там сейчас все закрыто, границы все закрыты. Здесь свободно люди ходят без масок. Ну, этих, тех, кто на выбраковку видно, сразу они в масках ходят. Это люди с этим, с отсутствием мышления. Диаметр вируса и диаметр этой марли в маске, ну, по-моему. Задорнов еще шутил. Вот Задорнов, по-моему, вообще не ушел. Он, блин, все предвидел и говорит, вы что, ребята, блин, какие маски. Вот, то есть, как источник заразы, это я. Вот надо понять. Это песня Мамонова. Не муха источник заразы, а я. То есть, зараза вся в голове. И как Марковский сказал, вот, ему говорят, ой, руки помойте, грязь. Говорит, не, ребята, земля это не грязь, грязь в душе человека. То есть, надо чиститься вот там внутри. А ничто так не чистит, как природа и земля. Родовые поместья, это только, это вот первый шаг такой вот построению социалистического государства. Оно вот уже, вот может, за эту пятилетку произойдет. Я руками, ногами и всем, чем у меня есть, я буду способствовать, я буду ездить, рассказывать. И основа эта посадка деревьев, это леса, сады. Этот термин ввел я в 2007 году. Оказалось, что куча людей на эту тему думала. Мартин Крофорд, Шепард, там, всех их поднимают, как Аллах Акбар, там, типа, эти великие пророки там. Но опять, ну, почему они идут из-за рубежа? Почему не Овсинский? Почему не Высоцкий? Почему не Докучаев? Это те же самые лесосады. Фальцвейн, это немецкий там дворянин, который стал русским в степи Аскания-Нова, Фальцвейн. Воссоздал, из степи сделал лес на 200 гектар леса. Сохранил лошадь Прижевальского и так далее. Для меня это вот настоящие герои, а философия и социум движутся героями. Вот герои, вот эти вот, имена этих героев должны быть, звучать по всему миру и не забыты у нас здесь на родине. Вот любовь к родной Афгани. Потому что Хольцер, Моллесон, это клопы по сравнению с этими людьми. И даже Иосиф Виссарионович в этом свете тоже выступает как герой, который после войны 8 лесополос длиной 4000 километров от Волгограда до Черного моря протянул, сделал. Да, говорят, там работал же целые 100 лет, да Кучаев, Овстинский, Высоцкий. А вот Иосиф Виссарионович нашел средства и возможности после войны, страна лежала в разрухе, взять это и сделать. Когда его хоронили, было пара сапогов и кители, все. После него только все разворовывали это. Ну вот кто он был, бог его знает, не буду говорить, я не сталинист. Вот поэтому на этой ноте садим деревья и разбираемся с природообразным мышлением. Я назвал это природообразное садоводство. То есть некое создание таких оптимизированных геновых образований, ну вот как типа дачных кооперативов, вот среда будущего. На базе вот этого кооперативного движения, оккультуренные какие-то обустроенные лесные массивы, тайги или леса, куда оптимизируются, за что ратуем, в общем-то, новыми фруктовыми породами, медоносами, оптимизированные третьи пространства, я их так назвал, где люди собираются для общения, решения дел. То есть все эти амфитеатры будущего, магазины, кабинеты, это все на лоне природы для того, чтобы приобщаться к высшим силам, потому что нет других высших сил, кроме как на земле и внутри нас, у каждого из нас. Ну, то есть, чтобы наше светлое будущее быстрее приближалось, нужно, чтобы наши, ну не буду называть их власть, они избранники народа, все-таки власть. Слуги народа. Слуги народа. Вот, чтобы вот эти слуги народа, они также имели китель и сапоги, и более ничего не имели. А если ты хочешь больше иметь, то тогда иди, знаешь, тебе, ну, ты не являешься слугой народа, ты тогда иди, ну, занимайся чем-то другим. А если люди, которые идут во власть, то они, в первую очередь, должны показать, показать... Образец для подражания. Да, они должны взять свое родовое поместье, свое поселение родовых поместьй вокруг себя и, как бы, показать какой-то пример, деревья садить. Раз ты большак, раз ты старшун, покажи тогда, как в детстве, на примере покажи, ты что можешь. И про светлое будущее. Если светлое будущее есть, то это только позитивное будущее. Если будущее есть, негативного будущего нет. А что менее, наиболее позитивное, то будущее, которое предложено родовыми поместьями. Поселение здравое, поселение миллионки, я больше всего наблюдал таких там, сам посодействовал, поспособствовал. И это социализация тоже кооперативов таких успешных, ну, по пальцам перечесть. Но движение идет, время сейчас сопутствует. По всем параметрам только вспомогает государство. Вот, пожалуйста, открывайте кооперативы. Всякие льготы на это все есть. Во-первых, я прожил свой опыт. То есть, вот этими руками посадил, сделал множество и дендрологических коллекций заложили и сделали. Объекты я 8-10 гектар делал, такие лесосады. Вот, пожалуйста, начиналось, Курдюмов малоземельники, Железов, Кузнецов, куча своих фамилий. Их надо, ну, поднимать. И вот люди в Сибири сады заложили. Ведут курсы, там, абрикосы, персики выращивают. Вот. Те, кто умерли, люди там, Мичурин, они не умерли, они оставили труды. Итоги 70-летних трудов Мичурина читаешь. А это садоводческая магия. К слову магия вообще, по-литовски, могус этот человек, могус. Человек могучий или могущий. И волшебник от слова воля. Говорят, сила есть, воля есть, силы воли нет. Да, это про кого? От современных, про чиновников вообще. То есть, магия заключала в том, что никто не смог повторить мичуринские сорта. А он там пошепчет, чайку попьет, заварку вылет, и вот такие яблоки растут. Почему? Потому что, чем ты выращиваешь, у меня спрашивают, чем ты выращиваешь, как они такие? Душой выращиваю, душой их кормлю. То есть, когда я с душой, тогда оно все, что такое человеческое внимание? Это же непознанный феномен. Я обращаю внимание, говорят, ты смотришь на бездну, то бездна начинает смотреть на тебя. Смотришь на небо. Ты смотришь, и ты со звездой уже внимание свое обратил, она почувствовала. А что говорить о растении? Вот оно здесь. Или человек, ребенок. Ребенка, да, ты внимание обратил. Они же борются за внимание, они бегают, утушив растопырку глаза, и укусит тебя, и дернет, и там все. Гости пришли, все на себя. То есть, вот феномен внимания. И то же самое с темной стороны. Утягивают внимание, реклама тебя. Раз, голова поворачивается. Следить за своим вниманием, как за лазерной пушкой. То есть, мы имеем связь. И с чиновниками, говорю про чиновников. Вот вакцину вы вводите. Вакцину надо пробовать на чиновниках. Вот это начинается, да. Первая вакцинация, всех чиновников провакцинировать. Первая. Если они не умрут, замечательно. А если умрут, еще лучше. Я имею право нить. А кто мне сказал? Что это, блин, нам опять эти с Синайской горы мудрецы принесли нам эту клизму с микстурой, блин, целебную. Они уже приносили. Третий рейх, он приносил микстуры свои. Совсем недавно фашисты, обыкновенные фашисты, то есть, что такое капитализм? Это фашизм обыкновенный. Вот и все, и что ждать? Они себя показали, очень интересно за последнее время. Поэтому сейчас... Фашисты же переехали в Америку. Алан Даллас, он же фашистом был. Он возглавлял целый отдел ЦРУ. Это целое идеологическое направление. Они основались в Америке, потом они в 93-м году расстреляли наш народом избранный парламент. Расстреляли. Да, никуда. Третий рейх, вон... Не зря там... Живет. Здравствуйте. Оккупировано. И теперь нам хотят уже прививки, чтобы окончательно добить страну. Вермахт. Да, я спрашиваю, ты в Вермахте служил, блин, сразу? Вот там все очень просто. Народ, нужно только сам себя сохранить. Как Милхаузен, помните? Вытащить себя за косичку из болота. То есть, это сфера ответственности за свои мысли, прежде всего. Поэтому правильно ты говоришь, что не нужно отвлекать свое внимание на рекламу, на все остальные... Вообще, я захожу... Надо сосредоточиться на детях, на посадке деревьев. Внимание – это ресурс, это время сэкономили, это концентрация, потому что надо понимать, мы сейчас верхушка рода своего. И мы отвечаем сейчас за весь свой род и в конечном счете за свой клан, за свое... То есть, над нами образование, вот что такое кооператив? Это клан, это объединение родов заинтересованных, все родственники. То есть, пока в поселениях не пойдет, что все мы родственники, дети переженятся, им здесь жить. То есть, я буду воплощаться вот где-то в этих родах. Девочка же из соседнего рода берется, рода объединяются. Вот будем с тобой сидеть на свадьбе, и не с прищуром, не с этим самым цинично, а друг на друга. Ну, ирония, хорошо, да, много чего пережить, но дружеские отношения, родственные. Вот, это у нас так жили, это у нас записано просто все. Просто мы такие, вот как Задорнов говорит, пока мы объятия, нам еще апперкот в челюсть дадут, блин, сразу. Ну, нельзя, если посмотреть даже в прошлое, там в 20-м поколении мы с тобой, может быть, родственниками были. Да, однозначно, потому что посмотришь, родные лица всюду. И по духу, по менталитету, вот самое большое богатство. И опять же, ну... И тоже, вот это в нашей родной Калифорнии, это только русские, вот так вот говорят, в нашей родной Калифорнии, вот климат, как у нас на Дальнем Востоке, там и так далее, Северная Калифорния. Потому что наша родная, да, начинают археологию, очень неудобные находки там, все это. И родственники все, и с американцами, и с европейцами, просто вот они там зачмырили их и потом накачали всякой дурью вот этим вот гедонизмом. Вот что такое гедонизм, это культ удовольствия или потреблятство, как оно там, все это. Вот это вот самая отрава, вот это вот в прошлой цивилизации погибли. Все эти атланты, лемурийцы там, кто это поднимает. Ну, не секрет, что мы не первая техническая цивилизация. Все это... Да, потому что это то яблоко, которым насытиться нельзя. Сколько ты свинью не корми, а у каждого есть свинья, ишак, и обезьяна внутри, и с ними надо бороться. Что делать? Да вот вопрос простой, люди, блин, сажайте деревья. Потом поймете, зачем. Сейчас ты не понимаешь, потом поймешь. Дальше, что и зачем делать? Что первое, второе, третье. У кого в руках семена, у того и сила. Все, потому что сейчас все генномодифицировано. Модифицировано это все, возрождать местные семенные базы, возрождать старинные сорта. И промыслы с этим связаны, новые промыслы, новые традиции вводить сразу же. Вот с сегодняшнего дня буквально взял, пошел в лес, как я там и 10 лет назад говорил, и там, когда я начал, 15 лет назад. Лопатка всегда, всегда секатор, всегда пилка. Починил, полечил дерево. На душе приятно. Птичек покормил, на душе приятно. Это лесосад на 8 гектар, который я делал в Литве. Делал его три года. Здесь где-то 10 водоемов. Это крутой склон, наподобие сопки. Снизу дренирующий канал и разные водоемы. Вы видите по съемке, что тут большие перепады. Ну и тут было много проблем и много решений интересных. И вот были сделаны ошибки и самые главные работы над ошибками, которые расскажу. Это 8 гектар. Вот этот вот участок сверху, это 2 гектара. Вот он был самым сложным. Подобные проекты делаются в 3D костыле. Для чего нужен рельеф? Геопластика – это мощнейший способ преображения вашей ситуации. Вы уподобляетесь, вы полубоги становитесь. Но техника стоит дорого, во-первых. А во-вторых, техника – это дурная, бешеная сила. Потому что если вы работали с техникой, я сделал 5 участков от 10-8 гектар. Я работал с техникой. Это дурная, нечеловеческая сила. И вот у многих в руках идиота техника превращает землю в… Фашист пролетел. Видели картину? Все летает. Вот такие вот ковши размером с прицеп, вот с машину. Они берут, и земля летает. И вот только ты с экскаваторщика отворачиваешься, он начинает хрен лечить. Ну, пардон за мой французский. Начинает делать, рядками укладывать. И ты должен там, там твоя мысль должна бежать впереди экскаваторщика на 10 шагов. Но при вот этой вот, когда мозгой думать, это преображение ландшафта невероятное. То есть то, что делал ледник, там мамонты, белочки с медведями, да, в известных книжках. У нас не тот уровень еще пока. Поэтому техника, это замечательно. Меня сейчас спросили, а как бы с техникой, гербицидами искать золотую середину? Я ничего не отрицаю. Я вообще не знаю никого, кто не прав. Вот это буддистское право. Все правы. Даже Адольф Гитлер прав. Но жизнь ему поставила точку над ним определенную. Это поместье Эдуарда Биргера, Миродолия. Вот эта конструкция изготовлялась им под впечатлением от Хольцера. Дальше я это лечил всю эту ситуацию. Но в целом красиво. 3D делали студенты мне. Вот такого инвалидного, скажем, 3D вполне достаточно. Я не люблю 3D, когда там листики шевелятся и рыбки плавают в озере. Оно сбивает с толку. Надо уметь снимать изобразительность ситуации. Снять изобразительность. Представить это в виде вот такого вот геоплана. Вот всю долину, все. Потому что солнышко блестит, листики блестят, все шелестит. И ты как теленок на траву смотришь. Трава зеленая, замечательно. Вот буду стоять и жевать ее. Надо мысленно снять. Снять это абстрактное мышление. Вот за это говорят. За что тебе деньги платить? Я говорю, за время и за уважение просто к проделанной работе. Давайте дальше. Вот этот термальный план с тороидами. Вот эта часть, кратерный сад, который Эдуард переделал. А это вот эти вот грибы или клешни, или назовите их тороиды. Вот термальная подкова и вторая подкова к западу, к востоку обращенная. То есть самая лучшая подкова юго-западная. Юго-восточная кору рвет. На юго-восточной экспозиции можно ставить ульи с пчелами. А деревья там часто рвет, корневые шейки. При том, что здесь валы, вот центральный гриб, и от гриба отрастают следующие. Вот это самая мини-максная конструкция, где минимальный уход и максимальный эффект. Как это делается, я вас всех научу. Потому что не закрашены за поляны, а желтая с... Это... сейчас я покажу. Дальше кадр давайте следующий. Еще раз, самое теплое, самое холодное юго-запад что это? С юго-западом такая штука. Вечернее солнце, оно мягкое зимой. Оно подогревает растения, если там камни или что-то. И перед ночью они входят в ночь с температурным каким-то запасом. То есть это аккумуляция тепла. А юго-восточная, ночью был мороз, минус 15, да даже минус 7. И утром встает солнце, солнечный мороз, плюс 15 сразу же. И что происходит? Кору рвет. Что вот стакан взяли из морозилки и кипятка на него плеснули. Что щелк, все. Ситовидные трубки порвались, вечно зеленых листьях порвало. Резкое расширение кристаллов льда при размораживании. И все, мы имеем порваные листья рододендронов, порваную кору. Только щелк, щелк. Слышали, как утром трещат деревья? Хрусь, когда без запилы. И все, вот такие разрывы сверху, дойру. Если завалом только, то все понятно. Вот этот тароид, сделанный в виде щиповой подушки. Мы сегодня делаем щиповую подушку. Щиповая подушка в виде клешней краба. А в церном создает вот этот гриб. Понятно? Ничего умного. Ловкость рук и никаких фокусов. И на эту щиповую подушку вместе с грибами садятся саженцы. Все это отаращивается камнями. Получается такой щиповой альпинарий. Красиво, удобно, разумно и общий план. Все функции от эстета, от биолога и от инженера. Вот валы, по валам плодовые. Там чурки. Вот это то, что мы сделали у Алены. Жалко, она не видит. Это все можно продолжать по всему участку. Это участок скажет большое спасибо. Давай еще. Под это все стелился картон. Мы здесь постелили пленку, потому что там картон. Там замокающий участок и трава газонная. А здесь через картон очень быстро трава вылезет. Все телеспедятся, все это. Но картон тоже, допустим, если вы не хотите пленку вынимать, или вы не хотите ложить пленку. Я, допустим, в пленке ничего дурного не вижу. Это наоборот. Утилизация пленки, баннеров всяких. Выглядит красиво. Сюда ложили. Дальше какие плюсы? Во-первых, здесь замокающий участок, и вы можете выше-ниже. Если вы в какой-то пустыне, вы наоборот вкапываете эти ямы. Понимаете? То есть если у вас запекаемый холм какой-то, вы можете в пуклость и выпуклость поиграть. Понимаете? То есть растения там, допустим, где-нибудь в Казахстане, наоборот, можно вкапывать в эти формы. И здесь вкапывается еще бортик по форме патароидов. Вот это центральная хорда, по которой самые большие деревья садятся. Вот это расстояние здесь кустарники. Расчет я делаю по сотам. Вот сотовая модульная. Дошло до вас, все доходит. Понимаете? Все очень просто. По краям делаются высшие ниши рододендроны, бамбуки, что-то вечно зеленое, которое будет в тени деревьев. То есть юг-север. С юга мы то, что не страдает зимой от холода, мы представляем, как зимой с севером. Мы садим северные части вот этой вот структуры. Супергильдия по форме патароида. Все умное. Дальше покажем, как это выглядит. Давайте дальше. Вот участок Эдуарда. Вон там кратерная садка. Это посадка вокруг озера. Она здесь не имеет структуры. Давайте дальше. Все начинается и заканчивается проектировкой. Выбрать судьбу и выбрать себе жизнь. Это сделать грамотно проект. Что вам в этом жить. Это живая картина, которая отразится на вас. Ну, это вот мой вариант ответа, что такое родовой гектар. В виде участка. Мы сделали с студентами проект. Участки шестигранной формы. Здесь обращенность с север на юг. Водоемы. Пожалуйста, берите, применяйте. Не жалко. То есть с севера идут хвойные, фиолетово-голубые. Там лиственные, листопадные, садовые растения. С попаданием листопадных сюда и хвойных туда. Здесь центральный водоем, коттедж, обращенный к югу. Тут может быть биовегетарий. Встроенная баня, мастерская обвалованная. С островами, вот этими тоже тороидами. Значит, здесь загон для животных. Вон там он. С выходом животных в общие пазмичные пространства такие, зоны регенерации. А это центральная поляна, сердце, участка. Все это форма восьмерки. И вообще это форма женщины, это беременная женщина по сути. Ну, здесь много чего можно увидеть. Здесь птица летящая, тут дом, родовое гнездо, круче такая идея. Тут немножко и цифры Фибоначчи, немножко планетарных всяких вещей. Но в целом, если посмотришь, проект гармоничный, красивый, интересный. Давайте дальше посмотрим. Вот так это выглядит в пространстве. Пазмичные поля, восьмерка. Там вот видно клюв птицы, если посмотреть. Ну, такое я делал себе как бы штука. Потому что у меня там орлов, типа, да, что-то такое, там сокол какой-то, там что-то такое. То есть это можно здесь увидеть и дерево, и так далее. Я немножко символист такой, для меня это было важно. Но в целом, если посмотреть, то здесь такая гармоничная ситуация. Ну, поскольку студент сдавал там, он не совсем сделал, как я хотел. Я сейчас получше это сделал. У него был все-таки архитектурный профиль. Но речь о том, что на участке размером с гектар ровно, а шестигранник, это ровно гектар здесь взят за основу. Можно разместить тысячу видов растений. Здесь тысяча, полторы тысячи древесных и где-то 10 тысяч трав рассчитывалось именно. Можно разместить животных некрупных, молочных, там, каких-то козочек, куры. И сделать еще красоту. Здесь тоже хорошо, что наружная часть для животных, а внутренняя здесь забор, это для людей. И наружная часть выходит в общее пространство, которое в поселке сливается в общее пастбищное пространство. То есть здесь несколько мембран, зона 0, зона 1, зона 2, там, и так далее. Заставил студента изучить термакультуру. Сидел над ним и катаясь под диваны. Коричневая – это пашня или выпас, то есть это можно сменять породы, это поляны, хлеба, злаков, овощей. А внутренняя – это зона эстетики именно для души. Ну и вот легенда такая, что это как бы тело человека такое, да. Вот, давайте дальше там посмотрим. Вот так это выглядит в пространстве через, там, 150 лет. Ну, это картинка у меня дорисована, я даже выставлял, как бы здесь биоконструкция. То есть это все можно довести до состояния биоконструкции. Ну, если первое начинает видеть картинку, то мы видим только картинку. И когда я вам объяснил, вы начинаете понимать, что вот здесь встроенные мастерские, вот это вот тело птицы, сокол, это биоконструкция в виде дома, там вон окна, да. А здесь в мастерской присмотреться, там человек сидит где-то на мосту, человек, ну, я как модуль человека рисовал. Там мама с ребенком, там какие-то еще есть. Она дорисована, я потом вышлю, если интересно. То есть спустя 150-200 лет все равно есть развитие, и можно дальше работать. И это все гектар. И здесь все эти тороиды, и магнолии, и все остальное. Таксоди, болотники, парисы. То есть дальше полет фантазии, что вы хотите. То есть форма развивающаяся, ни за какие деньги, ничего такого не купишь. Это можно вырастить самому, сделать. И таким может быть весь поселок. Ну, давайте дальше. Вот, биоконструкции. Спрашивали про биоконструкции. Самые простые биоконструкции – это шатры. То есть это вот шатер. Мы спрашивали про лестницу. Шатер из ясеня, лиственница с входами. Растения стволы перекрещиваются, шапки отпускаются. Можно растить второй этаж. Вот так это выглядит сверху. Тоже на какой-то салфетке, на коленке в автобусе нарисовано. И есть ребята, Константин Кирш, там и еще в Австрии опять же почему-то. Ну, свои же ребята. Не Лунгау, а где-то Кассель деревня, по-моему. Не успел заехать к нему. У него выращены такие штуки. Ну, подобные. Там музей биоконструкции у него. То есть здесь, на Дальнем Востоке, это сам Бог велел. Здесь все срастается. Как? Константин Кирш. Кассель. Это там от Хольцера что-то там в сторону километров 300. Не доехал. Книжки выпускает человек биотектор, то есть биологическая архитектура. Разговор о том, что это все возможно, и это или технологии прошлого, или будущего. Ну, все вот дальше будет развиваться это. Вот простейшая биоконструкция, допустим, которая свой участок. Вот вопрос там все говорят 10-100 гектар. Довольно один гектар сделай, ты будешь, ну, там, я не знаю, в раю. Конечно, хорошо, сейчас 10 взять гектар, будет 10 сынов, каждый по гектару возьмет. Вот условно, это раковина улитки самая простая, да. В центре садится большое дерево, гинго, например, вот человечек. И деревья, которые идут по раковине, они, вот они. Деревья, которые идут по, это цифра Фибоначчи тоже, это золотые сечения. Вот так вот раковина развивается, она по золотым сечениям, знаете, там один к двум. Запускаются лианы, которые переплетают общий шатер. И здесь получается, ну, как минимум, хорошее стоило для лошадей, там, допустим. Здесь могут жить какие-то птицы, куры, ну, и человек может ночевать. В принципе, это простейший, может быть, даже это заезд для машины. Но он гармонично сделан по тем же принципам, вот так вот это выглядит в целом. Вот желтая тагинга, вокруг хвойники. И вечно зеленые кустарники, которые зимой прикрывают вот здесь вот снаружи. То есть листопадные деревья, это может быть шелковица, боярышник, то, что, допустим, вы держите птицу или коз, это все кормит. Ну, таких конструкций она может переходить одна в другую, могут восьмерками идти. Как на земле это разместить? Легко. Ну, вот как? Я покажу. Когда и где? Сейчас же. Здесь есть еще самое интересное, это ретроспекция этого всего, то есть это природная сукцессия. Вот там вот сверху срезано, там показано, как это спустя один год, пять лет, десять лет. То есть вот сейчас мы начали щиповую подушку отстилать. Я вам показывал, как делаются вот эти вот клешни. То есть вы делаете фундамент для конструкции, это вот такую вот гряду. И засеваете туда лиственницу, а пока время идет, вы садите туда клубнику, допустим, землянику, какие-то вещи, овощи. И попутно уже сажаете ягодник. Ягодник пять лет живет, пока подрастают лиственницы, ягодник постепенно отходит. Вот такое вот мышление. Смородина, ее надо омолаживать, или она рассаживается, или она сама отходит. Получайте ягоды там, ежевики, бешипы или еще чего-то. Лиственницы подрастают, начинаются перевиваться, вы садите уже лианы, которые стянут все это. Центральный гинго уже крупный садится, или дуб какой-нибудь сладкоплодный, или еще что-то. Такую конструкцию я у себя сделал на базе большого дуба, обсадил с амшитами, на дубе сделали домик для детей на дереве. Получилось, ну, замечательно просто. Дети оттуда не вылазят, все гости приезжают, все туда запрыгивают, спрыгивают, все бегут чай пить туда. Ну, дуб лет пятьдесят. Ну, так он уже был, получается. Он был, но сейчас, если маешь пенензы, то базара ноль. Берешь, заказываешь, тебе дуб крупномером привозят. Летит по воздуху, вертолетом привезут. Поэтому думайте сами, если у вас нету тети, ее не отравит сосед, как говорится. То есть надо посадить сейчас уже. Вот люди 25 лет назад занялись крупномером, крупномер растет. Я здесь крупномер листопадный посадил, а почему не вечнозеленый, а криптомер или еще что-то? Или орехоплодная сосна какая-нибудь, кедр корейский. То есть вот она биоконструкция. Ну, вопросы, доходит все, все просто. Ну, вот эти баклешни были нарисовать, конечно. Вот. Для того, чтобы это просто делать, я разработал таблицы. У меня на сайте размещены таблицы, которые... У меня 250 хвойных таблицы, 100-120 лиан где-то, полторы тысячи деревьев и кустарников я там не разделял. Там где-то 100 вересковых, 100 этих. И я сейчас начал травами заниматься, ну, я завяз там в нескольких тысячах травах, вообще до 10 тысяч трав хочу довезти. Таблицы сделаны, ну, это можно пользоваться на сайте для дизайнеров, для тех, кто будет биоконструкции делать. Я прописываю семейство, род, вид и обозначаю его. Там здесь ставится зона морозостойкости по цветам, чтобы легко было привыкнуть. Шестая зеленая, там пятая зона начинает зеленый теплый, пятая зеленый холодный, потом четвертая уже красный, потом фиолетовый и до серого. И вот здесь, ну, там, аргута, допустим, минус 33, четвертая, девятая. И дальше высота 25-15 метров и всякие аббревиатуры. Это, значит, медонос, вот такой цветочек, это, значит, плодовая такая ягодка, это, если восклицательный знак, это выдающийся медонос, который до 300 гектара дает. Вот. И там еще какие-то аббревиатуры, вот такие таблицы сделаны. Я их не распространяю, не выкладываю в интернете, потому что Валерий Го уже ждет давно этих таблиц. Вот. Я решил закрытого типа сделать, потому что, ну, сколько можно бедствовать? Все обскачут, а я буду это самое, сушки сосать, беззубым ртом, деснами. То есть мне надо тоже как-то зубастым быть отчасти, потому что ребята зубастые, библейские все персонажи. Надо как-то успевать тоже. Вот. Поэтому эти таблицы я буду в узких кругах в нашем обществе распространять. Я хочу, ну, в первую очередь, чтобы, ну, мы это самое, были впереди планеты всей. Давайте дальше. Очень полезная таблица для ландшафтников, это будет очень полезно. И самое главное, когда вы делаете свой участок, это план-концепт, то есть ваше намерение. Поэтому у меня любое, любое, любое вообще консультация начинается с анкетирования. И свои вебинары я проводил через анкету. Я давал анкету, чтобы человек рассказал, кто я, что я, что я намерен сделать. Потому что намерение, это уже сила намерения, вы знаете. Смотрели кино эти, секрет. Такие глупые до ужаса, но настолько они попадают. Вот что ты хочешь, что тебе и будет. Вот хлопни в ладоши, и сейчас мы хорошие. Вселенная, и сейчас такое время, действительно, какие-то новые, я не знаю, там, магнитар, говорят, новая, там, это самое, поменялась структура водорода и так далее. Вот буквально, вот что подумал тут же тебе, или кочергой в спину, или там споткнешься, или там раз, и на тебя золото упало, там, какое-то семена. Самое важное, философичность, рациональность, экологичность, то есть над рациональностью, экологией и эстетикой всегда идет философия. Философия – это пространство идей. Появилась какая-то новая книжка. Ой, там, Анастасия, ха-ха-хи-хи, там. И вдруг люди, целые 300 поселений взяло и появилось по какой-то, почему, по какой-то идее. Мы хотим родовое поместье. Почему? Да не новость это, ничего нового, обустраивать землю, там, мы наш, мы новый мир построим. Все же новое. Но тут взяли люди и загорелись, что появилась новая идея, как жить. Появился образ. Идея – это образ. Каким образом, говорится, какой ты образ, кем ты прикидываешься, да, по-каковски чирикаешь контро, да. Это, помните фильм, это, я не помню, это «Молодая гвардия» или как. Да, немножко такие примеры. Кем человек прикинулся, в каком ты образе. Говорит, мы все образ. Вот женщина в образе женщины, мать там или та, которая там стоит, там, известно где, в заведении, в барной стойке, или продавщица, или кашеварка, там, кухарка. То есть это все образ. То есть я должен решить, а кто я, кем я прикидываюсь. Поэтому эта анкета, это перед самим собой. По факту обитания на земле, кто я. И здесь есть пермакультура, допустим, рекреационная среда для создания, благоустройство через вписание в природу. Но самое главное, как я обитаю. Это у меня дача выходного дня, это у меня бизнес-проект пермакультура, пермоферма, тут баранки, конфетки, орешки, там, это самое, колхозный сад на 100 гектар. Или это мне, машина времени и родовой тоннель, в котором я прописываю свою жизненную программу на 100 воплощений вперед. С освоением ближайшего космоса. Так, я на Марсе буду садить, вот свои адаптированные пихты цельнолистные. Вот для Марса все. Не меньше, на меньше я не согласен. Вот тогда это превращается в машину времени, в биологический космический корабль. И это колодец воплощений в своем роду. Вот что такое родовое поместье. То есть мы суть родового поместья на 5% только сейчас вообще понимаем, что это такое. Так что ни в коем случае не надо там вестись на профанацию, хороводы, конфетки, баранчики. Это очень серьезная вещь. Родовая земля, плаценты и так далее. Это родовой канал. Род — это ближайшее к творцу, к первосоздателю. Это рука творца, к первообразу, кто я такой человек. Потому что человек — это загадка. Появление человека, что он из себя представляет. И проект — это не меньше, чем вот через тернии к звездам. И тогда это будет проект. Проект еще будет вообще. Вот поэтому постановка задач — это уже ответ на вопрос. Поэтому вам важно прописать своим детям и себе, как самому себе, своему роду намерение. Я вознамерился, вот такой вот я, это самый винторогий олень с шестисотыми рогами, вот в своем роду. Я сейчас верхушка рода. Я вознамерился вот вас вывести вообще в открытый космос через себя. Вот буду ночевать под звездами, отращивать зубы, есть молодильные яблоки, огурцы, чтобы вы все меня вспоминали хорошо и долго. Вот так. Потому что пермакультура — это где-то одна четвертая от того, что это просто методология, как школьная. Вот это очень важная вещь, и вы сегодня возьмете и пропишете. Ну, не в суете, может, не сегодня, может, когда у вас будет на хорошее настроение, а лучше всего сегодня. Давайте дальше. Вот такая у меня анкета есть, и она будет даваться. Дальше. Что вам прежде всего понадобится, и что вы не сможете сделать, это семена и саженцы. Саженцы — это выигранное время. Семена — это то, что невозможно сделать, нужно пойти и собрать саму. Но если вы не можете сами собрать, купите. И сегодня же вы собрали семена, берете и начинаете сажать. И вот садовник — это не тот, кто взял в руки лопату и насвистывая песенку вам, там, это самое, делает кратеры, там, экскаватором или лопатой. Садовник — это человек, который взял живые биологические материалы, вырастил из них саженцы и из них создал создание, конструкцию, какой-то конгломерат. Вот это садовник. И здесь нужно и знание приглодной ботаники, нужно знать зимостойкости, нужно знать дендрологию, интродукцию. Нужно знать социологию, когда вы общаетесь с ландшафтным дизайнером, надо системно-векторную психологию, надо знать траливали на педали, все надо знать. То есть ты общаешься с человеком, как человек, почему, как он живет, какие инфраструктуры, все вот это вот нужно знать. Нужно знать обязательно эстетику и нужно знать и посещать ботанические сады и парки. Хотя бы даже по интернету. Читать книжки. Джон Брукс, Гертруда Джекил, Розмария Александр. У меня все есть на сайте, я все это выкладываю. Но Джон Брукс это просто настольная книжка, которую под подушку ложат, чтобы приснилось что-то хорошее. Потому что без этого, ну слушайте, взял лопату, я тут, я понимаю, что здесь вкуса нет у людей. Так а кто виноват? Так мы и не создали этот вкус. Вот заказчики, Антон жался, вот идиоты там, блин, на пэ, на хэ там. Ничего не понимают, я им сажу, а они денег дофига, коттеджи с лифтами трехэтажные. Посадить нормально не могут. Ну нужно развивать этот вкус. Я вот конкретно, кто будет, я буду. Вот я развиваю, мы все вместе будем. Я в Беларуси начал развивать, засаживать в Брест. По ночам соснами сначала. Просто пока меня не поймали за шкирку, как котенка, оттрепали вот так вот. Потому что я под светофорами сосны садись. Сказали, что поставят клизму с ромашкой успокоительную специально в следующий раз. Ну я просто стал главным архитектором после этого. Советоваться, чтобы не сажать, блин, где не попало. А мне нравилось, просто я иду, мне нравится, я сажу. Понимаете, оказывается, город это целая инфраструктура. Ты начинаешь понимать, что тут ветер дует, тут люди ходят, маятниковые эффекты. Тут с работы на работу, тут школьники злые. Потому что физрук свистком по заднице дал, блин. И он берет и ломает это дерево. Знаете, как бывает. Поэтому надо думать вот этой мозгой. Семена. Семена Давидии, давайте дальше. Семена, тема семян. Семена становятся саженцами в коробках, в грядках. То, что мы сегодня видели. Это понятно, про это можно не рассказывать, вы все поняли. Это кипарис Бейкера. Давайте дальше. Ложки, я на ложках подписываю. Это какой-то персонаж один мой знакомый. Он какие-то замасленные глазатки счастливые. Потому что он вырастил бамбук. Клистыхолосик, филостахис, ауреасулькатум, золотистый жилобщик. Сейчас 7 метров бамбук. Давайте дальше. Ну и вот ландшафты. Значит, это... Ну, для меня это образец ландшафта, да? Это солнечная долина. У мною любимого народа латыши называются. Про них часто рассказывал Задорнов, который, кстати, с Дальнего Востока. Один предприниматель накупил кучу... Я вам рассказывал... Вы за спичками смотрели такую комедию классную с Леоновым? Вот это снималось там. Там водной поверхности больше, чем суши. И в идеале, в наше сегодняшнее время, с нашим иссушением идеальным является вот такой вот ландшафт. Когда воды равно суши. Здесь дети друг к другу на лодках, на катамаранах плавают. Раньше это дело мегафауны. Бегемоты, стеллерой, коровы и мамонты. А сейчас это придется делать нам. Как? Шевелить мозгой придется. Знаете, у нас есть мозги, я вам скажу. У нас целый тут такой компьютер встроен, он работает на 5%. Представляете, как обидно. Родовые травмы, на горшок неправильно высаживались, все это самое. Голова болит, бился там о парту, не хотел слушать учителя. Знания из ушей вытекали. И все вот эта плата за вот эту нелепую башку, которая на 5% работает. Это свинство просто. Почему она на 5% работает? Потому что нам надо пойти в это самое, в химчистку, и голову в стиральную машину засунуть, и стереть всю эту ересь, которая у нас, начиная с исторической, заканчивая физической, химической и так далее. И все заново закладывать. Вот тем, что мы сегодня делали. Самый лучший способ выбить всякую дурь из башки. Занять себя чем-то другим. Другой дурью, клин клином вышибается. Вот, я одержимый дурью, это посадки. Я через растения узнал географию, по географии двойка у меня. По математике у меня двойка. Ну, шучу, в табеле у меня пятерка, но два, я себе ставлю два, два балла. У меня развитие, я 12-летний пацан. Вот 12 лет пацан должен знать то, что я знаю. Уроки труда, уроки физкультуры, все. Как залезть на дерево? Вот шланг надо, вот на большую пихту, чтобы залезть. Я теперь знаю, я на 30-метровой дереве, на сосну гибкую лазил в ботаническом саду. Самая высокая, за шишками. Потому что одержимый, обезьяна хочет, это хватательные рефлексы. Я лазил и рогаткой там выкручивал эти шишки, все в смоле. Я узнал географию, знаю, где Юнань, Сычуани, Гуйджоу теперь. Я знаю, где скалистые горы, что растет в Северной и Западной Америке. Вот, нормальные знания полезли в голову. А вся эта математика, говнематика, что нам, пардон за мой французский, все это выветрилось. Потому что кому оно пригодилось, скажите? Вот у меня вопрос к образованию. Почему после школы работодатели не стоят в очереди, чтобы взять этого школьника? Почему после института работодатели не стоят в очереди, чтобы взять этого студента? Потому что он идиот. Выходит круглый идиот, полный. Вот я идиот, признаешь. Осмелюсь доложить, я идиот, полный. Был. В 26 лет после комедии искусств, когда вышел. Я ничего не умел, кроме рисовать. Но это пригодилось. Я думал, лучше бы я в лесники пошел. Я бы знал бонитет, бонусность, что такое балансы, что такое подтоварник и так далее. Уже бы на Хаммере ездил. Но жизнь милостива, она меня как бы крутила, вертела и прибила вот эту замечательную гавань. Такую вот, как ландшафтный дизайн. Потом это в садоводство вышло. Крутим дальше, посмотрим, как эта долина вообще выглядит. Это сделано. Это синтез цивилизации, инфраструктуры, эстетики. Но вообще цивилизации и культуры. Потому что вот она, арийская культура. Латыши сохранили очень много арийского языка, сплошной санскрит. Сплошные праздники, лиго. Друг латыш, мне повезло ездить в Латвию. Сейчас там Евросоюз. И, в общем-то, кроме вот этого показывать нечего. Кажется, у себя такая страна. Она раньше была. Это ретроспекция, это то, что было здесь раньше. Вы не думайте, что это что-то, какое-то будущее. Будущее, это бесконечное, как это, назад в будущее называется. Или вперед в прошлое. Мы из этого времени, может, только велосипед возьмем. Или какие-то полезные изобретения, которые из двух запчастей состоят и не ломаются. Из этого времени будет очень мало, что с собой взять. Все это, ну, это нам приснилось все. Это сон дурной, который мы видим. А вот это просто возвращение. Почему сердце поет? Потому что вот так и жили. Люди шли с песнями, с синокоса на это. По воде плавали. Тот, у кого воды будет 30%, тот будет королем. У кого 50%, тот будет императором. Японским или там, я не знаю, маньчжурским. Потому что вода это самый ресурс. Сейчас мы ее спускаем, но на планете в целом идет жуткое усыхание. Поехали дальше. Жуткое, если не сказать. Вот эта долина. То есть речь была о том, чтобы сделать общие водоемы, по которым можно как на катамаранах, так и на этом. Это зона туризма, это зона разведения аквакультуры, это зона ботанического сада огромная. И это везде эти полуостров Крым. Видите? Острова, острова. То же самое. Ну, если нет воды, то могут быть просто сухие водоемы временно наполняющиеся. Или поляны. Если у нас не позволяется вода, мы можем сделать поляны. Ландшафт, как сыр с дырками. Вот это все такой мегафаунистический ландшафт. Это делала мегафауна. Здесь сделали люди. Ну, а дальше человеческий фактор, как люди могут между собой договориться, что у них там, кооператив или еще что-то, частная собственность. Это все вопросы будущего, как у нас будет строиться социум. Потому что красивая картинка, можно все изгадить в трещот, переругаться и все взорвать. Да идиоту в руки автомат, и он всех расстреляет. Понимаете? А вот вырастить, вырастить маленькую зеленую травку, это не сенсация. Везде сенсация. Идиот всех расстрелял. Смотрите, сенсация. Рухнул небоскреб. Сенсация. А маленькую травку, кто вырастил, это не сенсация. Вот это сенсация. Ну, давайте дальше. Вот. И здесь еще тексты есть. Там здоровый населенный пункт, это здоровая природа. Увеличение создания ключевых экониш равно увеличению трофности и увеличению, ускорению метаболизма, мозаичности, ярусности. То есть это здоровье общины и здоровье семьи в конечном счете. То есть здоровая община, здоровое общение, это здоровый биотоп, которым оно протекает. Это очень важно. Я там раньше не читал то, что, но вы потом перечитаете. Это была у меня вводная презентация к вебинарному курсу, как вырастить планету. Потому что часто у нас происходят споры вообще, яйца выеденного не стоящие. Мы с друг другом грыземся, как лютые звери, из-за того, что мы не понимаем, что мы сидим, как жуки в банке, и банк это трясется. Дети вообще, кто хуже всех? Это Саша и Сережа говорят. Вы думаете, медузы или кроты? Кто хуже всех? Это дети советские. То есть мы в банку сажали жуков, жужелиц или муравьев и трясли. Муравьи ничего не понимают. Вот как люди они абсолютно. Они начинают друг друга грызть. Просто из-за того, что банка трясется. Они же не видят. И вот здесь все, кто создают поселение, у них у всех невидимая трясущаяся вот эта вот банка. Потому что как жить дальше? Непонятно. Крыши над головой нет. Тут этот пришел, этот. Я его не знаю. А вдруг он это самое враг, крокодил, меня покусает. Начинается вот это, ну что жизнь не устроена. Когда ты живешь вот в таком вот среде, поводов для спора мало вообще. Ну кто скажет, что это жить? Там вы представляете, все это плещется, нависает, растет. И это северный климат. Я специально взял. На юге это сделать, ну мало кому удалось. На юге очень катастрофически уходит вода сейчас. Вот остров внутри кратера. Я специально. И к нему дорожка. Вот на этом острове можно, если это геопластическая какую-то культуру накрыть, геосферой. Тут уже можно авокадо выращивать, что хочешь. Сколько глубина? Глубины. Отдельно по аквакультуре есть лекция у меня. Водоемы делать больше, чем 3 сотки нецелесообразно для аквакультуры. Это уже для водной поверхности, для транспирации, это водохранилище. Лучше сделать 3 водоема по 3 сотки, чем 1 десятисоточный. Это по энерготрофности лучше. А глубина не имеет смысла больше, чем 2-2,5 метра. Все, что больше, это зона мертвая. Там зимовал для рыбы достаточный. 2,5 метра. Кольцо колодезное. Все, что больше, это рукотворные водоемы не получатся как природные. В природных водоемах есть и глубже, есть глубоководные рыбы. Но если вы делаете искусственный водоем, очень тяжело его сделать живым. Лучше сделать цепочку мелких водоемов, они вам в значительной мере повысят трофность участка. Это не листилища для земноводных. Это и поилка для пчел. Это все насекомые. Все живое тянется к воде, короче. Это и утепление климата, и полив растений, и так далее. То есть чем вы больше сделаете водоемов? Ну, это лунгау, кроме торхов. Получается, ну вот вырыл ты, получается, да, вот выкопал 2,5 метра, и что дальше? И откуда вода? 2,5 метра. Дождем натечет. Натечет, да? Натечет грунтовыми водами. Здесь вообще проблем с этим нет. А теперь куда же вверх не дается? Значит, размер водоема с севера глубоководия, с севера мелководия, изрезанный край, можно показать, потому что в север бьет южное солнце, с юга, наоборот, глубоководная зона делается. Водоем ни в коем случае не делать круглым, как бочка, или как бомба взорвалась, бомбочки я называю такие. Такие водоемы, они, ну, вообще, они малотрофные. Водоем делается, как минимум, авоид или капля, он вытянутый, причем вот если у авоида широкая часть мелководная, а узкая глубоководная. Так, прудология начинается. Валерий Го вам не рассказывал, я расскажу. Вот отсюда у нас бьет солнце, это север. Значит, я вытягиваю водоем к югу, и здесь делаю глубоководную зону. Вот это простейший водоем. Но такие водоемы, водоемы-капли, водоемы, они быстро зарастают. Площадь от одной сотки. То лучше всего делать зигзаг. Ну, у нас такая штука пошла, нам надо копать водоемы размером сотку. Вот у нас уже там близко Евросоюз, Третий Рейх, Евроколхоз я его называю. И там у нас начинается контроль. У нас там везде камеры поставлены, уже в Беларуси скоро эти клизмы в задницу ставят. Надеюсь, что обойдется без этого. Там сейчас вакцинация. Бог с ним. Переживем, мы не такое переживали. Пережили блокаду, переживем и забили. Потому что чем меньше страна, тем больше контроля. Россия, она без контроля. Ну, как ты тут проконтролируешь? Огромная страна, правильно? Спасибо предкам, что они такие территории вот заняли. И да, можем фиги показывать и переживем все. Значит, здесь вот эти вот мелководья сразу же, они делаются рифлеными. Вот если это север. То есть, нету смысла делать бомбочку. То есть, вы делаете какой-то или один полуостров, или два полуострова какие-то. Это вот эти вот бочаги называются зоной регенерации. Сюда ветром забивает листья и сюда хорошо садить лекарственные растения и водноболотные съедобные растения. Аир, болотница сладкая, челим, эврила. Все погруженные растения в воду выделяют кислород. Но мало, процентов 10. Те, которые погружены, и листья сверху. Больше всего водоросли, которые полностью погружены, выделяют. Потому что есть кувшинки, лотосы, они 10%. Потом зимой они перегнивают и забирают кислород. Вот эти зоны регенерации, они сгоняют листья сюда. Водоем вытянутый. Чем больше капля, тем лучше. И дальше вот это вот порождает. Вот отсюда солнце у нас. Мелководие, пляжи, контроль кромки. Я отстилал геотекстилем и засыпал гальчиком, жвиром. Вода, чтобы не стало как гороховый суп, это решается в течение трех лет. Если у вас за три года развелись синезеленые водоросли, у вас будет гороховый суп. Племпопо я называю, получилось. Вывести очень тяжело. И вся ситуация с бентосом пойдет в сторону микроводорослей. И тогда нужно толстолобик, надо всякие рыбы. Если водоем маленький, то речные рыбы и раки там жить не будут. Все рыбы, у которых большое количество жаберных течин, они могут жить в мутной воде с этими микроводорослями. Чтобы этого не сделать, отсыпается черным песком. Лучше всего. И садятся мягкие водоросли. Их надо принести в дес, в ладе. В ладе можно горец вот этот змеиный, который под водой погруженный. Очень много водноприбрежных лекарственных. Там симплокарпусы всякие, лизихитоны. Целая презентация есть. Там три десятка растений, которые обязательно просто надо. Аквакультура самая продуктивная культура. Я не знаю, почему здесь не используется. Можно просто озолотиться. Начиная просто с нимфей. Нимфей и кувшинки вот эти вот божественные, от фиолетовых до розовых все. Корешок 500 долларов стоит в Москве. Что стоит ведро с грязью это отправить, когда здесь столько воды? Вопрос весь зимовки только. То есть водоем, ну определенной глубины, чтобы это не промерзало корневище. Лотос и кувшинки переносят промерзание. Но они не любят кислородного голодания. То есть или слабопроточные, или родники, водоем, чтобы не закисла вода. То есть она скорее всего у вас не замерзла кувшинка, а сгнила. Потому что совсем не было, ну сероводород накопился, заилиния водоема. Поэтому водоемы по ключевой линии располагаются. Или водоем делается больше, ну там три сотки хотя бы. До пяти соток, пять соток уже с болью. Это слишком большой водоем. Вот попомните мои слова. Сейчас я объясню, это только начало. Вот это неправильный водоем. Все вот эти шарики, бублики, дырка от бублика, короче. Если только вот шарик, видите, шарик, но к квадрату, и в нем остров. Это уже изрезанная кромка, вот интересный водоем. Вот. Дальше начинаются зигзаги. Значит, следующее. Вы делаете отроги. Вот я беру, допустим, на запад или на восток отрог делаю. У меня уже вода циркулирует. Здесь, допустим, я делаю штрихпунктирную дорожку. Это детский лягушатник уже. То есть дети здесь купаются, здесь копнули ковшом. Вот это одна сотка, к сотке еще там полсотки или сколько, к каналу. Это тоже зона регенерации. Вот если я здесь делаю чуть глубина, здесь это зона, оранжевая зона. Детям, говорится, сюда не прыгать. Глубина, в общем, ну, допустим, 2,5-3 метра. Здесь лягушатник мелкий. Можно в эту сторону вильнуть. Это уже запятая. Ну, такой пруд запятая. И здесь я высажу замечательные все кувшинки, штрихпунктирная дорожка, удобная для ухода за кувшинками. И потом вода хороша тем, когда ты можешь ее дотронуться, полюбоваться и понюхать эту кувшинку. Ну, что толку, я ее смотрю. Вот такая штрихпунктирная дорожка из камней или из чубуков, или какие-то помосты. Я могу лечь и понюхать эту кувшинку. С детства любил лечь в траву и смотреть, к нам букашки ползают. И здесь я тоже хочу. Если вода недоступна, она не работает. Вода – это брызги от ручья у него падающие, это шум. Вода – это зеркало, вода – это отражение, вода – это все. Она увеличивает пространство. Вот у нас был просто какой-то угол, где ничего не росло. Мы выкопали озеро, и стал огромный водоем на одну сотку. Я вот сделал такой водоем, запятую. И такие водоемы, допустим, здесь входит поток. И они нанизаны на следующее. Это по дорогам в ключевых точках. Ну, ключевые точки. Вот идет хребтина, выпуклась в область. И где в точке провала делается микроводоем размером сотку. Вода течет по дорогам, весь поселок решается дорогами. Здесь тоже, если посмотреть, он весь решен дорогами. Дорожно-тропиночная сеть – это половина плана. Дорожно-тропиночная сеть – это путеводитель по вашему участку. Мы ходим ногами, по воздуху не летаем пока что в ступах, как там это самое, некоторые с метлой там, да, на лысую гору. Пока что ходим ногами. И мы идем, я должен идти так, чтобы не споткнуться. Хорошо, когда дорога выше-ниже. Это гравитация, это приятно для ног. Не когда вот ровно и все, вот столько идти. Дорога заворачивает, всегда за углом ждешь что-то новое. Вот как здесь. Ты идешь, мы здесь сверху смотрим. А ты идешь, это мега пространство огромное. Это огромное увеличение пространства. Вы, когда свои гектары засадите, когда у вас появится поместь, это будет, боже, какое огромное пространство. А сейчас смотришь, вот тут все видно, это тут вот, еще 10 гектар, еще хочу, еще там, а це под помидоры, знаете, какое-то самое, хохло. Бежал, бежал, бери земли, сколько пробежишь. Десять дней бежал, упал и шапку, а це под помидоры, блин. Понимаете? То есть земли, вот реально, гектара, во, если это структурированное пространство. И мало того, если у вас будет 100 гектар, ну не будет вот этого структурированного участка, вы будете несчастный, нищий человек. Потому что это пространство души, дружбы, пространство любви, пространство там чего-то хорошего, развитие назовем это. Мы здесь все родились для того, чтобы развиваться. И это самый лучший путь развития. Скажу еще про философию. Есть экнутые, есть йогнутые. Одни экнутые пошли в пермакультуру, а йогнутые пошли в сторону ом-не-мо там, все само, да. И ни хрена все само не растет. То есть они решили развиваться не через осознанный контакт с живой природой, а через улететь в астрал. Я сам говорю, а, йогнутые все. И он там и сыроедет, и в такой позе сидит, и в такой. И я говорю, ну слушай, обезьяна еще круче может сесть. Она на дереве так сядет, и фигу тебе ногой покажет еще. Ну и что, значит она круче что ли? То есть человек начинается мозгой думать. И это развитие. И наше развитие видно по нашей среде обитания. Если мы будем, вот это обитание сделаем себе действительно достойной разумных существ, а мы пошли на землю не для улучшения жилищных условий, не для развития через там в астрал уйти, а мы пошли через осознанный контакт с живой природой работать над своим характером испорченным. Вот запомните, у нас испорченный характер, потому что у нас есть душа, дух и есть характер. У животных есть характер. У животных нету личности, но есть характер. Вот у нас нам характер испортили. Нам привили дурной вкус, привили какие-то привычки дурацкие. И вот на природе вот все как струпи отпадает от тебя. Сразу природа тебя спрашивает, ты должен ответить. Вот началась пурга, все, отвечай. В сугроб зарылся, лежишь. Солнце пригрело, все, давай работай. Вот в этот цикл впишемся и все пойдет как надо. Осознанный контакт с живой природой и работа над характером. Любая работа, любая. Продавец ли ты, там бизнес, там дилер, там садовник. Всегда работаешь не на то, чтобы продать, там купить, продать, а работаю над своим характером. Учусь общаться с людьми, преподнести себя, там донести, герминетика и так далее. Тогда вот дела вот так вот в гору полетят только так. Значит, дальше идут зигзаги. Я пристраиваю следующий кластер и получаются тороиды и так далее. Водоемы даже хорошо делать вытянутыми. С запада на восток в зависимости от розы ветров. У нас с запада на восток, чтобы шла аэрация. Даже когда у нас бочка, на бочку падает сюда солнце, а здесь теневая часть, вот здесь вот солнце, и вода начинает крутиться по часовой стрелке. Замечали в бочке? В озере она тоже крутится, если есть мелководная и такая зона. Это уже аэрация озера. Если мы с запада на восток делаем или порозия ветров, у нас начинается аэрация, рябь гоняет по водоему сразу же. И здесь вот в зонах регенерации, если у нас мелководье есть, если, допустим, я делаю щетку мелководья, засаживаю бамбук, или какие-то похожие злаки, мискантусы там, сюда забивает ветром вот в эти зоны. Ветер туда-сюда гоняет листья, опад, насекомых падших. И здесь получается отложение ила, а здесь в целом не заиливается. Тем более, если водоем проточный делается. Есть. Понятно это все? Все понятно, предельно просто. И дальше всякие вещи такие, как вот... Что самая простая форма? Что я сейчас нарисовал? Завиток, противозавиток, человеческое ухо. Водоем? Водоем. Козелок, завиток, мочка. Вот здесь глубинное размещаем. То есть его перевернутое. Вот здесь мелководье. Вот у нас ухо. Острое, тупое. Здесь остров Крым. Здесь это самое. Вот странная форма. Ухо человеческое. Все красиво, ухо смотришь. Да, или зародыши и так далее. Вот здесь заворачивается эта раковина. Вот здесь вот вставляется. То есть вот. И эти все вещи вы берете, пятка, нога. У вас всегда будет какая-то ассоциация, на что похоже. Я сделал вот водоем вот такой вот. В Литве делал. Это водоем болота. Вот так вот руки взяты в замок. Это ручей. Вот так вот идет. Втекает, вытекает. Там такие ногти получились интересные. Такие дорожка. Здесь ручей. Какая-то легенда у вас должна быть. Какое-то матерное слово, как это называется, короче. Чтобы вот так вот. А? Где взять этот ручей? Сейчас покажу. Бога всего много. Все есть. Давайте дальше. Ну, про водоемы понятно, что дальше говорить. А вот это реальность. Агроцинос называется. Вот я специально на контрастах строю. Вот мы можем сравнить. Это Краснодар. Я его деградар называю. То есть там вот идет, вот аккредитованные фермеры едут с вонючкой своей, там, американской. И растят для нас ядовитые бомбы замедленного действия. Что такое градонос? Это иллюзия. Это несуществующее вообще пространство. Это ноль. Минус ноль. Которая заканчивается пустыней. Вот так доигрались все цивилизации. Я считаю, что вот у нас сейчас была пустыня Кызылкум, единственная в Советском Союзе. Сейчас это Аралкум. Почему Аралкум? Понятно. Было Аральское море. Сейчас это пустыня. Это некроз гигантский. И ветры с этой пустыни доходят, усыхающие шлейфы ельников, это след от пустыни Аралкум на 4000 километров. Сейчас засыпает, мельчает море, второе море там на пути. Как оно называется там? Вот рядом. Каспийское. Оно мелеет. И следующее, когда оно засохнет, это будет мама дорогая. Вот начиналось это все так. Там древнейшая цивилизация сидит. И там было, я читал Плестоцен и Тритичное время этих, там росли секвой, таксоди и ходили. Это была долина сказочных зверей, Индра по ведам. И там звери, Индрикотерий, это сказочный зверь переводится. Индрикотеревая мегафауна. Если вы хотите почитать, вы посмотрите, что там было 40, 50 тысяч лет назад. Это как с Австралией. У меня специально по мегафауне есть, потому что все изучают историю. Никто изучает биоисторию, что было. А цивилизация у меня такой мнение, она никуда не уходила, она там была. То же самое с Сахарой. Все знают, что Сахара это было благоухающее место, как и Австралия. Там ласточки, перелеты, многие птицы идут через Сахару, птица сильно гибнет. И там проводят раскопки, но запрещено. Там долина городов Сахара. Там огромные города, например, Тесфет. Подъезды к городам, 100 метров подъездная трасса. Но это все не покажут, я сейчас дальше покажу. Так вот, с чего это все начинается. Вот Краснодар, и вот в перспективе это все может быть. Если мы сейчас эту дурь не остановим на своем собственном примере, нам дано сравнить и понять. Это интенсивные сады, так называемые карликовые привои, которые живут 12 лет. То есть это дорогостоящие рукотворные курорты для болезней, для вирусов. Постоянная вот эта вот обработка, она что выводит? Новый вирус, новый патоген, который будет устойчив ко всей этой дряни. И это лаборатория по пестицидному созданию инфекции патогенов. Вот что это. То есть это надо понимать, к чему, вот когда я старше, ну как относиться к химии? Ну, найти золотую середину, ну не обойти сейчас без химии. Ну что мы сейчас это самое, разденемся, на бедренных повязках будем ходить или что? Да, есть лопаты, есть экскаваторы и есть химия. Но в конечном счете, в идеале, уходить от химии, максимально природное тайквондо такое вот. Ну мне химия противна, но я пользуюсь химией. Вот у меня черная ножка падает, потому что, ну кто не идет, тот не ошибается, не падает. Ну не посадил я кедры, так мне и не надо тогда фунгицидами какими-то брызгать. А как я посадил 4-5 тысяч кедров, миллионы тысяч, ну уже надо, а что делать? Потому что там порубили, надо посадить. То есть это называется некроз, агронекроз или антропоциноз, это некрозы в основном на поверхности биосферы. В медицине так, победим болезнь, это миф, это ширма для борцов за мир, грохнем оппонента типа. То есть победить болезнь невозможно, все пронизано вирусами, они везде, вирусы, патогены. Нужно поднимать иммунитет, защита, реклама таблеток и продукции агрофирм. Вот что такое, победим болезнь. То есть мы это должны видеть, различать, это наша основная задача. В результате сельскохозяйства, эта медицина плодет, совершенствует болезни и таблетками, и пестицидами. И это касается и человеческой медицины, и любой науки, все. Мы совершенствуем средства массового уничтожения. Это идиотизм. Ну, помноженный на, там, не знаю что. Давайте дальше. Что происходит. Агроциноз – это некроз в биосфере, биологическая черная дура, пустыня, будущая пустыня. Здесь это хорошо наглядно видно, потому что я для сравнения привел, как оно должно быть. В которую улетает половина бюджета в каждой семье. Вы думаете, это бесплатно? Мы за это платим. Сейчас я объясню, как. Не живущий на своей земле и не выращивает свои продукты. Мы покупаем в магнитах. Вот мы платим за это безумие. И если у тебя нет своей земли, ты все равно ее возделаешь только таким нелепым образом. Вот это понятно. То есть наш подвиг сегодняшнего дня, серый подвиг сегодняшнего дня, простого человека, Васьки, Пупкина, любого, да, из деревни Клюевки. Взять и перейти на свою землю. Тихий, скромный подник и родить шестерых детей. Иначе белой расы не будет. У нас проблема с белой расой. Это отдельная проблема. Если вы не хотите родиться в черном теле. Или в таком вот. И возделать это образа руками рабов или аккредитованных фермеров. Это рабское мышление и рабские руки. Для этого ты ходишь на работу, оплачивающую уничтожение земли, чтобы купить продукты некроза, пищевые отбросы, которые уничтожают тебя и твою семью. И здесь урожай, то, что мы берем в магните, не равно еда. Урожай – это форма, видимость. Мы начали разговор. А вот такой яблони. А почему орех такой маленький? А что там внутри в орехе? Там червяк спрятался, кука, там отрава. Пусть он будет маленький, я с тайги возьму. Ели таежную малину по сравнению с садовой. Ну это аромат, варенье варишь, там вся комната вот так вот, ты плаваешь. Можно фирму продавать, нарезать топором эти газовые баллоны, и они будут там, ах. А садовая уже не та. А выращенная вот так, это вообще не малина. Это на компостную кучу нельзя выкидывать, а мы это едим. Поэтому свои 120 лет многие рискуют прожить, гремя костями. Короче, давайте дальше. Чтобы не греметь костями. Вот это Аральское море. Вот это депо агроциноза. Нас скрывают, там огромная сидела цивилизация, и Советский Союз просто свое доделал. Там раскопки, там вообще 4000 лет цивилизация. Началось все, что эти моря соединялись, и было время, когда Аральское море соединялось с Каспийским. Потом эти внутренние моря пересохли. Вообще, они раньше питались большим количеством рек, это все были леса, секвоевые. Белоджистан, там дальше все это. Это уникальный центр цивилизации. Но вот моя версия, и я могу вам дать ресурс. Наша ботаничка, почитайте. Вода и цивилизация, статьи. Я ничего не выдумываю. А, честно врешь, скажешь. Не вру, возьмите, почитайте. Пишут биологи, ученые про то, как это все получилось. Советский Союз просто добил. Сыр-дарья, амур-дарья закрыли. И вот мы видим солевая яма с дустом. Ужасные мутации. Люди все повымирали. Несколько там фермеров объединилось последних. И они засаживаются к Саулам, чтобы не началось движение песков. Вот человек с землей конкретно знает, что. И так можно уработать любое. Кажется, в Приморье такое невозможно. Можно и Приморье превратить в пустыню. Потому что Сахара находится на берегу океана. И ветер туда не дует. Потому что, когда начинается пустыня, ветер дует из пустыни в океан. И никогда не наоборот. Высокое давление, разогретый воздух. И никогда туда не будет дуть воздух. Стоит отрубить шланг от насоса. Поэтому серьезно, вот сейчас, переломный мой век, время икс. Если человечество не одумается, если вот эта лекция, суть того, чтобы у каждого в голове отложилось, и детям мы смогли нанести. Никогда, как это у Чукчи, никогда не ешь желтый снег. Понятно? Вот, никогда не перерубайте шланг у насоса. Потому что будет як тады у нас в белорусске. Давайте дальше. Но все это весело и кучеряво, потому что у нас еще есть время осознать. Вот это сейчас козылку. Значит, агроциноз держится на том, что биологическая дыра тщательно охраняется от вторжения жизни. То есть у нас сорняки, сорняки, сорняки надо благословить, крота благословить. Пришел сорняк, дорогой ты мой, как я тебя люблю, трижды сорняк ты мой дорогой. Это называется некроз. То есть выпалывается, выдирается, вырывается. Это смена парадигмы мышления. Если мы не поймем, что все живое, что к нам идет, оно идет с добром. Даже паразит, потому что паразита нет. Потому что основной паразит это я. Говорят, муха источник заразы, сказал мне один чувак. Нет, не муха источник заразы. Источник заразы это я. Вот я пришел сюда, источник заразы. Лечите меня букашки, сорняки все. Вот когда так сменятся, тогда пойдет нормальный процесс. Потому что у нас, а как деньги заработать? Я как этот, паразит пришел, деньги он хочет заработать. Вот, природа молчит, вулкан попыхивает. Но самое мрачное ожидание, я думаю, не превзойдет. Но может вполне. Вот эти цунами, вы видите, как землю качает? Как все это, сколько еще можно, чего мы ждем? Вот, и это касается не кого-то, а конкретно меня. Каждого из нас. Со всех сторон туда стремится жизнь. В виде паразитов, сорняков. Чтобы не допустить пустыню зарастить. Земля ощеривается сорняками. Чтобы не допустить, потому что выгорает аэробная бактерия. Вы решайте сами, как здесь. Здесь жизнь вообще торжествует. Здесь тяжело еще убить. Но есть места, где элементарно убили. Я вам покажу, что произошло. Дыра шипит и выбрасывает из себя всех некультурных. То есть эти культурные растения, это просто уроды по сравнению с миллионами лет жившими видами, которые адаптировались и так далее. Пока не станет пустыней. И вот пустыня, это биосферный некроз. Это результат землепашной агротехники и прошлых цивилизаций. Некрозы привели к антропогену. Сейчас время называется антропоген. Это массовое шестое вымирание животных. Каждый день вымирает по виду насекомого. Каждую неделю по виду позвоночного. Это не черви, это птицы, рыбы. И количество растений каждый день вымирает. Это сводки, можете посчитать, безвозвратно вымирает. То есть некий биологический механизм вымирает, ему нету замещения. Поэтому есть краснокнижники, есть красная книга, есть черная книга. Черная книга растет. Вот с какого-то там три года не видели, недавно вымер в Янзы дельфин речной. Речной, речной и озерный, который мог бы жить в замерзающих водоемах. Все, уже шесть лет не видел и так далее. Я всех там знал наперечет, не хочу вам портить настроение. Настроение хорошее, потому что у меня есть надежда, что все это можем вернуть. Ну, когда башка до этого дорастет, мозгой будем соображать, потому что это наработки биоцивилизации прошлого. И второе, это второе массовое вымирание растений, это так называемая аннексия. Была пермская аннексия, сейчас вторая массовая аннексия. Это говорит о торжественности этого момента. Это определенный экзамен, нашей цивилизации сейчас предстоит пройти, который невиданный экзамен, который мы не проходили раньше. Возможно, в Перми, есть такой город Пермь, это 200 миллионов. Вымерли гигантские папоротники, семенные папоротники. Возможно, это было золотое время человечества какое-то. Семенные папоротники, папоротники с кокосами, которые росли. Остались только реконструкции, мы вообще понять не можем, что это такое. Массовое вымирание растений и животных началось 50 лет назад. И не 50 раньше, там, с индустриальной революции, а начало антропоцинозу официально назначили 50 лет назад, после первых ядерных испытаний. То есть это время геологи будут находить по ядерным отложениям радиации и с плавленным песком, которые после ядерных испытаний на земле пошли. Давайте дальше. Так, какое это имеет отношение к нам? Вот такое. Это Астана. Полевые бури. Вот это дыхание антропоциноза в пустыне. Давайте дальше. Бури в Казахстане. Все это по новостям передают. Как нам быть, что делать? Во всех популяциях вшит ген по реабилитации пустыни, потому что пустыни уже были. Есть много пустынь, которые находятся под землей, а не зарощены. Я про это покажу. Там пни болотных кипарисов, которые в Венгрии нашли, замесены 30-метровым слоем песка. То есть с пустынями было дело, но у земли есть мощный механизм восстанавливаться, она может зарастить пустыни. Сисхозяйственная пустыня может удерживаться только за счет вмешательства человека, пока она тщательно не умрет. Превратившись в пустыню, которая без человека не возрождается, а только растет. То есть вот когда пустыня уже превращается, Сахара растет, вы знаете. И то же самое сейчас внутри пустыни в Казахстане, она может начать расти, поэтому Назарбаев очень активно засаживает Астану лесом. Вы знаете? Потому что вот новости. 21.18.44. Вот что происходит с цивилизацией. Движение песков в Центральном Казахстане. Так исчезают землепашеские цивилизации. Поэтому землю не пахать вообще. Есть легенда такая, что когда первый раз воткнули лопату, кровь брызнула из земли. Это у этих адыгов там. Потому что земля живая, и по возможности, я говорю, делать такую землю, что ты руку мог засовывать. Но опять же говорю золотая середина, потому что сейчас весь коллектив переругается. Как Орлов сказал не пахать землю. По возможности делать так, чтобы ее не пахать, без химии. Но и все-таки можно. И многих источников золотая середина. Идти в идеале детей приучать, разделять мусор там, работать руками там, ручной инструмент. Первоначальная пермакультура, это вообще была ручная работа с землей. Потом пошли экскаваторы, бабки, потому что экскаваторы – это бабки. Ученики Хольцера стали заработать больше, чем Хольцер. Хольцер обиделся и уехал. Научил нас тракторюка сводить. И все, иди отсюда, дед. Мы и без тебя все лучше знаем. Не учи ученого. Давайте дальше. Это город Тесфет. Исторические аналоги. Сеченную цивилизацию Западной Сахарии в районе Канарских островов. Город Тесфет, который еще был на картах 1698 года, а потом стал каравановыми путями. Ширина дороги, которая видна с космоса, по спутнику мы снимем примерно 100 метров. Сейчас дорога такой ширины мало, таких дорог. Это был огромный город. Таких городов десятки. Пустыня Сахара. И там есть интересные фрески какие-то такие в горах. Вы посмотрите этот ресурс, там такие люди в таких скафандрах и что-то брызгают. Очень похоже на распыление химикатов. Такие люди в таких шарах, как инопланетяне, они брызгают, ходят. Дорогу видно здесь, не видно, плохо видно. Вот там название городов, где они были, и потом карты. Ну, я уже презентацию-то бесконечно будет, не будем показывать, чтобы вам было понятно, на подкорку сразу. Давайте дальше. Что делать каким образом? Если долго убивать природу, придется стать ее имитатором потом. То есть нам придется имитировать природу. Вот я там езжу в Украину, там, Украина, шумеры, да, те самые украинцы. Я ездил там тоже и в Казахстан, и много где. И там вот везде не сделаешь того, что сделать у вас. Вот там каждую каплю воды ловят. Там мечтают, чтобы вода текла. И вот эта вот Украина, это Алешковские пески в Украине, это самый древний образец пустыни, остановленный нашими предками. Это антропогенно остановленная пустыня в трипольской культуре. Эта пустыня находится недалеко от моря, и она обсажена давно уже лесом, и при советской власти еще сто лет назад начали обсадку, обсадили сосной. Вот это центр этой пустыни, а по краям вы видите сосновый лес. Это были уже двигающиеся пески. Давайте дальше, сейчас я покажу, как это сверху. Вот, это трипольцы, они близки Айнам. Трипольцам, получается, где-то четыре тысячи лет назад они ушли, и вообще приблизительный ареал это Украина, Румыния, Молдавия. Ну, человек очень похожий на нас, белые люди с голубыми глазами. Значит, семь с половиной тысяч лет назад это они хорошо существовали, ушли там четыре тысячи, по-моему. Люди, ну, они не ушли, они ассимилировали. Там вот эти все народы, они объединяются. Типольская культура, она по керамике определяется. Там характерны сосуды спарыши такие, две кашу носить в поле, два сосуда вместе. И орнаменты, всякие свастики и паттерны, очень много земледельческих вот этих орнаментов. Паттерны такие, раковины там интересные, какие-то утки, лягушки такие. И у них курганы очень интересные. Они насыпались слоями, когда догадались, уже много курганов уничтожили, слоями, и там они звездные системы обозначали, какие-то созвездия, каждый слой. Очень интересно, можно Рыбакова почитать. Вот он про трипольскую культуру. Ну, там еще скифия была, вот эти, как эти, бабы каменные, да, скифские в степи. Там тоже интересно. Но это тоже, ну, трипольцы – это арий, по сути. То есть арийская большая степь – это общими понятиями бытовыми, связанные люди, понятиями. Жили по понятиям, как конкретные пацаны, да, по понятиям. Вот. Эти люди, ну, нет, мало чем отличались от Словакии, поляки. Они были очень успешными. Единственное, чем отличались, в умении жить в природе. То есть они не рубили лес вообще. Их поля, они просто покидали города, уходили. У них селения покидались, когда уже шел прессинг на природу. Они переходили. Поля окружены дубовыми лесами, ежегодно приносили хороший вырожай желудей. У них в рационе очень много желудя было. Желудь перетирался, желудевая мука и так далее. Женщины, ну, там реконструкции натурально, вот славянские женщины, мужчины. Тоже я смотрел, 50 лет человек, косая сажен в плечах, ключицы полметра. И все 32 зуба. То есть разговор о том, что они были действительно здоровы. У нас мало кто может похвастаться зубами, и я не похвастаюсь. Цивилизация жила 3000 лет в согласии с природом. Природообразная цивилизация, так же, как Айны, допустим. Их много. Так же, как Маяны в Северной Америке есть, крайний юг Северной Америки, ну, Южной Америки. Это огненная земля Патагония. Их земли не истощались. Поля не одолевались вредителями, и в окрестных лесах много было птиц, зверей, ну, там, птичьи яйца, там, может, улиток есть, или там. В общем, как по реконструкциям я читал, они особо не были мясоедами. В основном овощи возделался горох, репа, там, 4000 лет назад репа, свекла, всякие вот эти вещи. И все насекомые и птицы-союзники, они работали, позволяли не истощаться вот этим биатом. То есть, то, к чему говорю, значит, сиже на сов сделать, сделать для подкормки для птиц-союзников, для насекомых-союзников зимовье, обеспечить пищей, прокормом поселить у себя. И можно в значительной степени выйти на бесхимозный путь. Ну, а самое главное, вот с этой вот аппаратурой поработать, спорченной. Значит, листья с деревьев, трава с лугов, так или иначе попадали на поля, удобряли их. Поля были небольшими, вот как я рассказываю. То есть, я вам сейчас подвожу к тому, что я ничего не придумал, это все разработано тысячами лет было. То есть, это просто природообразные законы. И когда едут к Хольцеру или еще кому-то, надо ехать в Триполе, ехать к Фальцвейну, там недалеко, кстати, находится Аскания-Нова. И она показывает, как восстанавливают. То есть, у нас есть куча своих героев. Овсинский, Докучаев, Фальцвейн, которые смогли возвести лес в степи и увеличить, поднять уровень грунтовых вод и увеличить плодородие. Давайте дальше. Вот так вот выглядит лес, наступающий на пустыню. Все понятно. Вот молодежь на квадроцикле там, сафари-парк. Пустыни не будет, если опять не повернется. Олежский искусствитель – настоящая пустыня, самая большая пустыня Европы. Но предки современных украинцев, вокруг этих песков были посажены самые большие в мире искусственные леса. И это интересно. Сейчас это единственное в мире место, где пустыня не просто остановлена, а потихоньку превращается в лесостепь. Ну, еще в Фальцвейна где-то 200 гектар там, а здесь огромная территория. Если внутри кольца лесов посеять травы, процесс превращения пустыни в степь пошел бы быстрее. То есть там сейчас никто не работает. В советское время работали еще. Давайте дальше. Вот это Алежсковская пустыня. Она находится недалеко от моря. Вот. Так и получается такое. Украинцы собирают керамику трипольско-кухудистской культуры, но забывают главное достижение этой цивилизации. Знание и понимание природы позволило цивилизации безвредно существовать в течение трех тысячелетий. Там очень интересно от себя могу сказать, как эта цивилизация исчезла. Начали находить сожженные города, так они их, ну, поселения. И начали находить антропологи, скелеты и черепа не европейской расы. И у них началось такое, ну, мол, они, наверное, там троллевали, женились там с другими. Короче, африканцы там стали. Негроидная раса, еще какие-то там. Это как раз появляется великое переселение народов. Керамика бита. И, короче, там вот в ботаничке пишется, наша ботаничка, что, скорее всего, их просто пошла миграция. Пустыня Сахара начала расти. Угрохала цивилизация. И пошло большое переселение народов. Двинулись с юга на север, потеснили вот эту цивилизацию. И она, ну, превратилась в современных, значит, украинцев. Там расширилась степь, появились скифы, ну, и, как бы, она, скажем, трансформировалась. Вот, а пустыня, как она выглядит. Кольцо лесов. И вот, что, в принципе, рядом река, да. Не помню, какая. Ну, что-то там в Молдавии, что-то там в Нестор, наверное. Давайте дальше. Вот второй пример, где победили пустыню, чтобы у нас, не дай бог, до этого не дошло. Это такой же хозяйство, как в Триполе. Сейчас существует с каменной степи. Это под Воронежем. За столетия толщина чернозема в этом хозяйстве увеличится на 2 сантиметра, но в большинстве современных полей плодородие понижается. В это время в Сахаре произошло полное пустыневание. Докучаевские рубежи. Слышали такое? Сталинские лесополосы. То есть, целая плеяда ученых, Овсинский, Докучаев, Высоцкий, они работали. У меня есть лекция, как, да, там, ну, целый вебинар, как вырастить планету. Вот Елена себе брала. Я как раз целый уделил там одну лекцию, посвященную, как вырастить лес в пустыне и что вообще делать. Слава Богу, здесь такого не потребуется, но на сопках где-то в особо суровых условиях, как вырастить ореховый лес именно в пустыне. То есть, эта информация может пригодиться. Так вот, сталинские лесополосы, они базируются на 100 или 200 лет даже ученые при царской России не исследовали этот вопрос, пробовали создавать питомники, все остальное. Ну, а вот Иосиф Исарионович нашел средства и возможность это сделать. И это было произведено после войны, когда страна лежала в руинах. И это было произведено за 10 лет. Потом Хрущ все это закрыл. Мы видим лесополосы везде сделаны, лесопольная система. То есть, нам тоже, нам нужно создавать такие лесополки и в микро- и макро-масштабах. Даже здесь. А тем более, если это из полезных пород можно сделать. Ну, давайте дальше. Вот это выглядит как с космоса, а это выглядит вот так вот в перспективе с квадрокоптера. Да, Кучаевские бастионы или Каменная степь под Воронежем. Это использование природы для собственного процветания и взамен применения своих сил и знаний для процветания природы. Ну, вот природообразное мышление и это Woodland Garden лесообразное садоводство, это лесообразное мировоззрение. То есть, лес это, как это у нас в Беларуси, бережите хлопцы лес, а если что, то куда текать будете. Потому что белорусы это дети партизан, колешоты куда текать будете. Ну, партизаны белорусские, если бы не лес, какие партизаны. То есть, в Украине это партизанство, это Бендера там только, это антипартизан. Вот, а сейчас там флаги развиваются. Ну, давайте дальше. Теперь, вот что было на Дальнем Востоке. Везде есть колыбельные цивилизации, колыбельные технологии, как жить в отдельном месте. Это Айн. Ну, вот, посмотрите, мужик из подвятки, да, и женщина тоже. Нифига не монголоидная раса. Айнов уработали, сейчас 200 человек осталось. Они там их увезли, а вообще это все Курильские острова Айн. И здесь, и на Сахалине они жили. Группа Курильских островов. Культура Айнов еще один пример альтернативной Экумены. То есть, это гармоничная колыбельная цивилизация Дальнего Востока. Вот, надо изучать, как они здесь жили. Это белая раса, аборигены, это именно белая раса. Их назвали, японцы назвали дикари с высоким морально-нравственным кодексом. Вот этот Бусидо книга «Путь самурая» и так далее, это взято от Айнов. Они были мегавойны с высоким морально-нравственным кодексом. И поэтому я подозреваю, что это, ну, славяне или арии вообще, правоарийская цивилизация. Хотя у них генетика очень интересная. По-литовски, по-латышски, Айн – это ушедший. Кто-то, кто ушел. Айн. Это есть в санскрите это слово. Значит, она повлияла на феномен японской культуры очень сильно. Керамика, вот эти вот доспехи самурайские, мечи, все это, способ кухня, там, приготовления. Они, октеофаги, у них культура в основном на рыбе. Рыба, ягоды, причем рыба сырая, юкола, именно они, ну, у них и до сих пор кухня, как вялить рыбу, чтобы она была максимально полезной. Обработка рыбы, она, ну, ухудшает ее. А у них юкола и куча таких, потом из рыбьей этой шкуры шили полозья, упряжь для собак. У них были собаки и медведи, ручные медведи. Это интересная цивилизация, которая держала медведя. Вообще, это у них были как тотемные животные. Вот. То есть, медведи приучаются, как и лось. Вы знаете, что лосиная ферма была? Лось, это большой олень, на оленях ездит, и лоси, на лосях тоже ездили. Есть там скабрезные вещи, что там Петр Первый писал, на лосях в Петербург не въезжать, типа, а въезжать на лошадях только, чтобы не будоражить общественность там, иностранцев и так далее. И под Владимиром четыре лосиные фермы было для получения лосиного молока, потому что он лечит любые формы гастрита. Лось поедает 300 разных трав, больше, чем корова. Поэтому их невозможно содержать в закрытом, их содержат в открытых вольерах, и он приручается лосенке, как олени. На них можно ездить, можно запрягать, но это все поубирали. И лось в разы было бы лучше животное, чем вот это коровье молоко и все это коровье, что употребляют. Я не говорю про мясо там. Значит, впоследствии Бусидо был усовершенствован дзен-буддизмом и культурой самураев, а айна всех перебили. Японцы очень не любили айну, и они реально их всех поперебили, осталось 200 человек, ну, как генетика сохранились. Они сейчас социально адаптированы, они уже ходят в одежде там, телефоны и так далее. Но тип, вот интересно, у японцев не растут бороды. Это первое. Вообще. И японцы, ну, они, как бы они лучше, чем китайцы, они не кривоногие. Китайцы все кривоногие, потому что они из седла слезли. У них вот это держать седло, и женщин очень мало со стройными ногами. Последнее время там гибриды только пошли. У японцев женщины по стройнее ноги, а здесь женщины со стройными ногами и стройной осанкой. Да, да, да. Вот эта монголоидная раса, это, в общем-то, в прошлом, это тоже белая раса, которая попала в условиях лесовых песков. И кочевничество, то есть китайцы, они кочевники в прошлом. Но многие вещи, рисовыращивание и так далее, ну, вы знаете, в пирамидах лежит, я сейчас буду говорить, это надо вырезать, потому что я сейчас буду говорить вещи, которые нельзя говорить. Вот. У женщин больше читается монголоидность, в старости тоже монголоидность выходит, ну, потому что это древоиды, как-то он там, Белов очень хорошо говорит, что они уже сгибридизировались, но по молодости мужчина больше похож. И вот эти ручные медведи, он, кстати, с бутылки поет, это уже исторические времена, фотография. Айны, Трипольская культура, Докучаевские бастионы в каменной степи, это ботанические лесосады и примеры долгосрочного хозяйства наших предков на Земле. То есть то, что мы сейчас делаем, мы ничего не выдумываем, мы просто повторяем опыт наших предков, который у нас в генетике прописан. Это пропускной код цивилизации, как обитать, как выстраивать Айкумену, как жить в открытом космосе. Мы точно так же будем Марс обустраивать, и так далее. И почему славяне так не нравятся вот там тем, кто за бугром? Потому что у них другой кодекс обитания. Они пираты. Вот такие в красивых воротничках, такие, но пираты. У них все фильмы про пиратов, у них герои пираты, они грабители колонии и так далее. Выжать, высосать. Вы понимаете? Да, халява. Паразиты очень такие чистые, благородные, с такими ноготочками в воротничках, но пираты. У нас другое. Поэтому мы и они разные. Когда сравнивают, это не с чем сравнить. И они, это бывшие мы. Только они, у них один орган, отцов, совесть называется. Вот этот компас, как жить. А вот эти цивилизации показали, и у нас, слава богу, компас жив. Пока этот компас жив, нам не надо ничего рассказывать, нам не надо учить лечить. Приезжают хольцеры, нас лечат, рассказывают. Мы все знаем. Мы просто не обращаемся, не смотрим вот сюда, на это достояние. Здесь был, я еще раз повторюсь, зачем все это? Здесь был алгоритм обитания на этих территориях, наиболее органичный. И этот алгоритм у нас в крови прописан, и нам надо его просто поднять. И не нужен ни Орлов, ни Вася Пупкин, ни Валерий Го, который вам расскажет, откуда хрен растет там, да? Все, он у нас есть, и мы будем бесконечно возвращаться вот к ним, к нам самим, потому что это мы же. Так вот, это ориентиры, да, это вот, ну, самурай айнский. Вот от них пошли айны. Это старейшина деревни, старшина, скажем так. Как у нас завхоз, да, там, или прораб на стройке, да? Ориентиры альтернативного садоводства будущего, это взаимовыгодные отношения высококультурного общества и природы. То есть нам надо выстраивать в отношении внутри себя, как кооператива на почве развития, объединение на почве развития, не просто развития, а творческого развития, в гармонии с живой природой, в изучении гармонии с живой природой, позаботиться о природе и позаботиться о себе, своих семьях и свой род. Вот такая вот программа. Самая главная задача, потому что род ведет к ним. Понятно, я сказал? Все понятно. То есть позаботиться о себе, о своей заднице условно, потому что хожу с голой задницей, и тут хорошо здесь приземлиться на основе не улучшения жилищных условий, а на основе трепетно-уважительного отношения к живой природе, к друг другу, выстроить тут кооператив, какую-то взаимосвязь, другую, дружескую, с соседями, с духом места совсем. И найти в этом повод объединения и развития, потому что мы пришли, чтобы развиваться. И это есть самый гармоничный и лучший путь развития, потому что его результаты вот такие, даже пустыни зарастают. Проверено. Все, ура, из песни пошли, делаем это. Это вопрос мирозрения. Давайте дальше. Все, можно это делать и постоянно смотреть, туда втыкать, ходить, ногами встал, почувствовать, как растение. Ну, тут бесконечно. Понимать взаимосвязи главных четырех царств. Флоры, фауны, грибов и микроорганизмы. И все это кормить и приглашать в себя жить. Максимальное разнообразие, максимальная красота, устойчивость и так далее. Давайте дальше. Что такое начало прошлого... Какие вообще есть опыты? Начало прошлого века. Мария Тун. Календарь Мария Тун. Кто знает? Лунные календари. Вот Елена, наверное, знает. Основная ее... Тоже почему-то в Австрии очень много вот таких земледельцев. Это растения, животных, человек, это космос. Плюс космос, это единая макросистема. Максимальная гармония всех факторов, взаимодействующих на растения, равно урожая животных, 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 животных плодов. Потому что важно не количество... Вот заходишь в столовку, там такой казан гречки тебе дают, ешь, ешь, невкусно и не наедаешься. А если заходишь в ресторан, там, органический какой, тебе дают вот такое вот, вот столько-то блюда, вот с такой тарелки, под такую музыку, вот с такими напитками и все. Почему люди идут в ресторан? Иди в столовку, ты на те же деньги, на 100 баксов можешь... Ну вот такой вот, блин, коры-то для свиньи тебе навалят? Не хочу. Потому что человек питается волновой природой. С какой руки подали? Какая музыка звучала? Свечи на столе стояли, еще что-то. Это есть человеческий фактор. Мы же не звери. Даже звери там енот возьмет, помоет этого там, краба там, я смотрел. Это вообще там, они тоже эстеты еще те. И огород красивый, в огороде пряные, эфиромасличные специи, все это садится. Там обязательно должны быть цветы, бабочки, пчелы. И счастливая жена, вот с такой вот улыбкой, от уха до уха. И она там приносит это. То есть счастливая женщина, счастливая вся семья, счастливая деревня. А женщинам надо удобство, красота. Вот мужчины, я приехал на Урал там, делал одному. Что-то жена не хочет ехать, у него коровники, короче, такая дорожка, вот такая гать к сортиру. Вот слева на букву Г, и справа на букву Г, вот такая топь. И тут такая дорожка. Я говорю, знаешь, почему к тебе жена не едет, блин? Нет, потому что она утонет, ночью оступится. Ты понимаешь вообще, что это для женщины, для ее ощущения, вот идти по дорожку между это, море вот такого вот навоза. Вот, то есть, ну, женщины должны доносить мужчинам, потому что мужчине непонятно, допустим, а что такое, навоз там, круговорот навоза в природе, все это станет урожаем. Вот, женщины улыбаются, мужчины сурово смотрят. Потому что я тоже в последнее время только стал понимать, у меня жена, дикая эстетка такая тоже. Аж даже претерпеваю. Ну, что поделать, что не сделаешь. Детей нарожало мне. Начало прошлого века, представляете? Я ее люблю, поэтому вот любишь уже семью и своих детей, надо пространство обеспечить красотой. Давайте дальше. Карабах. Очень удобно, здорово. Австрия, начало прошлого века. Виктор Шаубергер, кто знает? Знаете, да? Все знают, вот у нас такая культура мозговой культуре, мозговой культуре. Я все знаю, не делаю. Я вот такие вот чаши сделал в земле, попробовал. Чаши можно сделать из шамота, они имитируют позвонки. Вода крутится восьмерками в чаши, сделана, и раскачивается вот так вот. Вот такая система очищает черные, серые воды до питьевой воды. Он был в третьем поколении не красиво, а умно, красиво и полезно. И такие вещи наши предки называли мудрыми. Есть такое, что за умом идет разум, за разумом идет мудрость, за мудростью премудрость, а за премудростью святая простота. Вот. То есть вот, святая простота просто как яйцо. Шо в фаз, шо в профиль. Понимаете? Вода течет, раскачивается и приходит, она крутится, она аэрируется. Такие системы делают для аэрации, рыбхозов. Такие системы для очистки серых вод, до чистых. Вся примесь осаждается. И это же и есть система водоемов по ключевой линии. Если сделать такие восьмерки водоемы, вода полностью, серая вода будет приходить, цикл будет чистой. Он был третьим поколением лесник, стал физиком. И если вы посмотрите Шаубергер, это просто целое открытие для меня было. Я не удержался и поехал к нему просто. Смотрел музей, но музей не впечатлил, потому что все спрятали. Он наблюдал, как лосось поднимается по водопадам пяти-восьмиметровым, как рыба может подняться за счет вот этого турбулентного движения воды. Он наблюдал за водой ночью и днем, почему вода искрится, какие процессы, почему двигаются камни. В конечном счете он сделал летающую тарелку на воде, его тут же убрали. Сказали, а, она не полетела, отроливали, но там Третий Рейх и, возможно, Вторая мировая война именно разыгралась для того, чтобы скрыть изобретение Шауберга. Он был известный человек, и он при изобретении поехал в Англию и не вернулся. Его отравили, это известный факт. Потому что он там трижды лауреат Шнобелевской премии, ему дали там за сплав бревен разработал механизмы всякие вот такие вот помогающие, работающие на холодной воде. То есть и фактически изобрел двигатель холодный на воде, который двигается. То есть вода, у него мощнейшая энергия. Ну, как Тесла. Тесла тоже. Вот лампочку в землю воткнул, она светится. То есть от нас специально 60-100 лет назад изобретение, они закрываются. Электромобили и все остальное, потому что ну как это, лампочку он воткнет в землю? Ха-ха, конечно. Сейчас мы ему сделаем лампочку. Мы сейчас в каждый дом ему в голову лампочку ставим, чтобы он счетчик врубил. Вот. Поэтому вот эти все вещи надо изучать и хотя бы применять органические изобретения. У него сопатки сделаны из металла, меди, латуни. Очень важно, в землю меди, латунь добавляется. Она стачивается постепенно. Инструмент не железный, а медный, латунный. И даже серебряный там из пищевой стали интересные такие инструменты. Но это все, что продавалось в магазине, больше ничего. Мы ехали за насосом, который у Хольцера работает, насос Шаубергера, который при погружении на 3 метра в воду качает, в метр выдает воду вверх. Автоматически, без электричества, без ничего. Я ехал, я ехал,